ребятки мы в эфире прикиньте уверен да ну как бы привет пошел в эфир могу застегнуться там не было твои твои камеры так что пошел ты а серьезно господи бля ладно давай давай привет привет я денис и ребята добро пожаловать на мою передачу если если можно я же я хотел как раз ждал специально чего вам шоу ноты не вставлял если эту передачу смотрит сбербанк или яндекс можете купить мой канал ссылка ссылка будет в описании да ничего ничего мы все понимаем на самом деле все нормально понимаешь все нормально так ждите открою нашу нашу запись так там час нибудь в чате уже не хватает максима но дениска в топ почему вас две вебки с тимуром да это тимур и тимур и вас тимура заменитель да у нас сейчас три одинаково человека только дан просто очки зачем снял да зачем очки ценил а блин вы в очках правда о господи какую компанию я попал серьезные люди и я подожди как у тебя же у тебя же титан у меня титан да ну хорошо чем у дима титан у него у него квадр вообще-то так то на секундочку ну практически если вы не знали мы немножко ангажированы сегодня подкаст такой потому что нам надо срочно чтобы наше шоу купил нетфликс потому что ну блять как кому еще как не нетфликсу отдавать эту ерунду именно поэтому у дениса сзади тигренок нарисован зайти оттуда из сериала там не видно здесь там не видно вот вот на ладошке молодец его зале джо экзотик же правил это из сериала tiger king если что кто не знал кто не смотрел это не слушал наши замечательные подкасты в которых мы это все рекламируем и говорим что-то клево посмотрите то сейчас самое время плоди мне на весь карел баскин вступайте в нашу в нашу группировку я могу сказать что я так его не успел очень посмотреть но промот хочу я щас досмотрел инфинити трейн и прям вот пойду ты зажила как кэрол баскин я уже почитал краткое содержание поэтому я примерно понимаю и вот эту историю про танцы просто какая она мразь фокинг кэрол баскин да-да-да-да кэрол фокинг баскин она напишет денис вообще волк не тигр но фон в зуме не ставит понял блин ну ладно ладно сейчас я включу что-нибудь более деликатно и сдержанную это ставим на фоне меня стат хам понимаете джейсон стат хам прошел длительный путь в своей карьере поэтому это нормально на самом деле что бля вы заебали своими ебучими фонами как бы да все же вы я вообще молчу на это я сюда пришел батюмаз бигей 2020 остались другие ведущие подкастов камон сразу с комплиментов на вы думали зачем к нам пришел сегодня denis все у нас будет серьезная передача про финансовая да у меня есть вот такая вот о господи ладно хорошо раз вы все такие мрази я сейчас найду себе какой-нибудь клевый виртуальный фон и пошли вы я сейчас приду парни вы тут пока это давайте блин он ручку кинул тимурте видел это знак как вы понимаете меня сегодня два микрофона пишусь сразу в оба и в мой и и в димкин вот знаете так бывает иногда пишешься сразу в два микрофона вот сегодня я такой человек такое настроение вот и в общем то что я могу сказать пацаны мы потихонечку вас собираем у нас потихонечку аккуратненько как бы мы вот там настроение вам создаем сейчас придет побольше народу димка там просрется просыться короче и мы в общем то нормально начнем уже наш замечательный подкаст у нас сегодня много очень интересного много обсуждений много смеха шуток про гиев ануса микрофона и путина последний можно вырезать вот и у нас один новый интересный анонс довольно классный вот так что ждите мы все сегодня вам расскажем денис этот момент сидит зарабатывает на акциях яндекса прямо онлайн я да я просто типа покупать не моя моя тактика простая сейчас расскажу как быть успешным предпринимателем спасибо что вы подключились вот дима как раз возвращается в общем когда график наверху вы покупаете когда он вниз уходит вы продаете это идеальная тактика вы будете типа это супер вы инвестор после этого поздравляю просто это типа закрепляем прибыль да там да да на хаяк ну заходим на хаяк выходим на на материнцы на лоу на лоу короче закрепляем прибыль и у нас сразу все в порядке наконец-то дима закрыл этого мужчину дима пока тебя не было я за тебя был сам понимаешь должен быть кто-то за диму как бы пока дима нету мы уже обсудили уже подумали что это было бескусно уже тебя за сухую сосили пока тебя не было короче ладно короче я все я все еще за димку вот сегодня я на такое на собеседование проходил в яндексе да взяли какой-то лысый чар был очень жесткий так бывает иногда ничего не поделать два микрофона в рот суют вот и чё поделать да вы прошли вот этот момент притирания друг другу чтобы мы уже начали как бы подкаст или нам еще нужно чтобы размяться это развлечься там пошутить посмешно спросить дениса о том как его разминал какой-то турок я думал ты никому об этом не расскажешь расскажи пожалуйста пока у нас такой пришел типа ты уже что-то в турции был чуть-чуть это вообще делал меня просто нет картинки я бы показал где турок меня трогал на картинке я не могу сам об этом говорить на на картинке было бы сразу понятно я поехал просто отдыхать вот и классно провел две недели в стамбуле и в один из дней значит огромный лысый мужчина в хамаме из-за мои же деньги просто брал и делал со мной вот как-то как как тесто берет тебя жмет выжимая да я даже не знал что как бы позвоночник может хрустеть в стольких местах и он такой тебя а год 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 да да очень год потому что не знает английского больно pain pain а ты в этот момент был сильно такой тип на на массальный такой весь там типа ну да это древний хамам которому там типа лет не знаю 400 то есть там действительно выглядит в rainbow six карта есть такая там вот и вот один в один как этот хамам за три карты задают ты что в компании уходил с красильщиком сука это такая тонкая шутка что просто блядь я не знаю ладно я завязал шутить насчет красильщик еще в 2014 типа все я свой свой пик шутки сделал я сначала вышел а какая была пиковая шутка ну я приложение сделал когда футурика работал футурика сделали приложение или а красильщик календарь менструации типа серьезно 2020 уже не моя тема какая ты мразь блять просто но за в настройках был пункт разрешить и илья радовать меня и когда значит ты его включаешь я вспомнил знаете чё я спал что единственное в эфире а да серьезно ну ладно илья красильщик сделал шикарную совершенно яндекс лавку за что мы передаем ему большой привет жителям севастополя вот так что в общем то все хорошо и так пацаны у нас уже почти 400 человек сидит я предлагаю в общем то в этот момент нам потихонечку все-таки начали ночь наш замечательный 190 блять почему 98 или 99 99 сегодня у нас 199 выпуск завтра каста и в 199 выпуске завтра каста вы услышите во первых мы выгнали нашего соведущего максимку поскольку он нам не нужен и мы без него в этом выпуске обойдемся пригласили мы вместо него нашего замечательного дружище я бы так это назвал денис ширяева который известен только в узких кругах дениса ширяева ведет малоизвестном круге дениса ширяева малоизвестный телеграм-канал денис секси айти но то есть по наверно уровню развития он примерно напоминает 13-летнего ребенка здравствуй денис приветствую привет играл форта сегодня когда пойдем я уже на орбите на орбите тут у тебя испалили сегодня с вами с нами виртуальной студии соответственно я ваш идущий дмитрий бэк и со мной в москве но не в одной квартире но в одном городе тимур симфлюков наш маркетолог привет его это я всем привет где кстати если вы вдруг не в курсе и допустим на к нам только присоединились и не слушали например предыдущие выпуски завтра каста где денис также у нас был в гостях дело в том что у дениса есть довольно крутой youtube канал о котором писала просто гигантское количество различных сми у него брал интервью малахов по этому поводу в общем то это специальный youtube канал где у него есть специальные 4к 60 fps видео с ебущимися драконами это не только это не только во-первых драконы там не только ебутся друг с другом но и трахают машины это вообще любят поезда это мне напоминает ту историю с твиттера знаешь когда типа вы видели видео где ёжики дрочат да но видели вы качественные видео где ёжики дрочат примерно то же самое было и у дениса на канале да на самом деле про малахова конечно вруно по крайней мере журнал вайрд довольно известный во всем мире у денис интервью взял в общем-то денис а ты можешь рассказать вообще как так какого хуя получилось так что журнал вайрд у тебя взял интервью ты вообще хуй сгорали да и даже сказать кому надо отсосать журнал его вообще как так получилось и не понял ведь я не знаю я уж как-то даже перестал анализирует все это у меня наде вообще у меня на youtube канале 400000 подписчиков уже по себе лету не какого-то типа грустного настроения что могут и всю жизнь там дел какие-то по продукты там делал там не знаю там с лепрой с дтфм там с футурика там со всей этой истории до что ты делал сделал свой телеграм-канал кто-то не говорили денис но тебя запомнили ему да но тебя запомнят потому что ты делал видео с ебущимися динозаврами да да мне наоборот нравится мне наоборот слушай я перестал анализировать на самом деле написал у вас говорит можно взять у вас интервью это конечно мы уже но мы как бы уже компания можете по серьезное серийный предприниматель я предпочитаю себя так называть серийный предприниматель тот кто убивает раз за другой фирму это так работает да да ликвидация фирм ликвидация ооо серийный предприниматель звучит отвратительно ну я сказал окей можно он говорит класс мы созвонились я рассказал ему что происходит как это работает он я сказал нейронки которые использую он хорошо сделал свою домашнюю работу он еще связался с создателями этих нейронных сетей и связался с крупным архивом перлингер архив взял и их комментарии самого самого создателя этого архива и потому что обычно они очень не любят то что я делаю они за хардкор за чб за старые виды упустил какие-то детали или что или почему они не любят так не не потому что они за оригинал тебя да да они за оригиналом и типа нейронками тут берем и типа вмешивая заклепочники короче знаешь это вот как эти заклепочники которые не любят это так называют людей которые в исторических там допустим фильмах или прочих доебываются до того что там типа у этого рыцаря не мог быть такой панцирь в 1368 году такие панцири заклепочники вот делали в 1369 заклепки заклепки наружу это вообще не реалистично никто так никогда не делал на самом деле мой канал начинался очень классный самое популярное видео до этого мне пришлось его скрыть потому что иностранцы спрашивали задавали слишком много вопросов там я ходил по лесу в русском языке рассказывал как понять что вы в лесу это был мой влог на четыре минуты жалею о том что этот формат не прижился но однажды когда будет миллион подписчиков тогда мы вернемся к этой теме ты обещал кстати поиграть майнкрафт когда будет миллион подписчиков почему ты этого не сделал ну ты еще 60 тысяч нужно попробуй у нас завтра каста очень быстро растет у нас в начале года например было три тысячи просмотров на ролик ну там типа на выпуск завтра каста теперь уже по 10 тысяч за год всего выросли понимаешь что у вас есть видео не каждое видео по миллиону собирает просмотры да мы прощаемся с денисом спасибо денис это как я короче пришел в гости недавно к одному подкасту там типа они меня спрашивали про продвижение там подкастов говорили что у нас там серьезный проект вот это все и типа мы рассказываем я говорю типа ну в общем когда у вас типа тому подкасты типа меньше чем там тысячи прослушиваний это статистическая погрешность надо закрывать короче а у них сколько у меня 150 я такой просто блин у братан 150 когда у тебя прослушивание ну просто зачем вообще его делать тогда этот подкаст и они меня точно так же как мы сейчас на денисов такие значит получу миллион прослушивания же каждый вообще собирают типа и тимур такой по 30-40 тысяч прослушивание вообще каждый подкаст собираем все такие как как вился чувствует когда он приходит к нам каста такой типа ребята популярный подкаст я не спорю очень популярно гордиться к чести валя на самом деле всегда очень позитивно относился с понимаешься держит в голове знаешь на протяжении двух часов не просто не покидает мозг типа хулия что делаю я практически верю что дениска такой же денис ты такой же возникает об этом тоже я просто вы позвали говорить приходи к нам подкаст один класс посижу интернет почитаю посижу говорить это мне больше обсуждать это ты пишешь людям в личку 45 сообщений как можно дизлайкать мои комментарии пусть пояснит за дизлайк пояснительную бригаду и пожалуйста мне а заявку и отписку пожалуйста расписку почему дизлайк поставил зеленый фон отрезает тимура голову такая шея отдельно проваливается выглядит очень классно знаете что очень интересно раньше надо было пояснять за шмот теперь надо пояснять за дизлайк ну это нормально а потом а потом тебя люди обвиняют типа ты чувак нормальный вообще типа 40 сообщений написал поясни за дизлайк он такой да ты не понимаешь я троллил это был эксперимент да 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 это как на лепре реально всегда будут эксперимент да мурчик перестань менять фон у тебя просто хуёво срабатывает вырезание виду вас чё бы ты туда не поставил тебя все отрезать хорошо у меня просто шею сливается и потом мы не увидим твоего котенка идет где-то вы боря где он бегает тут тусуется короче скоро придет ну вот смотрите очень громко мы начинаем 199 выпуск завтра каста и первое о чем хочется сказать это то что у нас есть рекламный блог то нас есть есть спонсор который не побоялся прийти к нам в подкаст и такой типа а может мы вам дадим немножко денежков вы расскажете про нас продукт мы такие сначала конечно сомневались какое-то время типа не может быть не стоит может быть надо но потом почитали чё за продукт и решили рассказать о нем вот просто от всей души что называется это конечно компания select l которые сегодня у нас рассказывает про их замечательный сервис вискейл это облачные сервера для разработчиков что это такое это хостинг виртуальных машин на квм-е ты знаешь что такое вот мы каждый вот мы каждый раз рассказываем про какие-то типа там типа серверные решения там для разработчиков вот это все вот этот вот вот этот виспейс или как вискейл вискейл да вот ты можешь как бы как вот адекватный человек который в этом чуть-чуть разбирается как бы да выяснить мне дурачку который как бы вот не разбирается как бы это вот от всех вот этих историй когда мы обсуждали что там ты покупаешь чуть-чуть серверных мощностей вот там вот чисто под твою задачу или вот мы обсуждали у select l был там типа история когда ты можешь купить там маленькие какой-нибудь blade серверочек такой а вот это что такое чем отличается от покупки сервака или мощности смотри это виртуальные машины то есть по сути тебе продают сервера которые поделены на таком какое-то количество виртуальных машин то есть их может быть много может быть мало неважно и для тебя по сути ты работаешь то что тебя дает виртуальная машина тебе дают 2 гигабайта места к примеру на этой виртуальной машине вот эти два гигабайта может использовать надо больше заплатил чуть больше стало больше и так далее то есть тебе не надо менять там местами я не знаю жесткие диски в сервере там или просить там кого-нибудь докупить туда оперативки или памяти тебе это не нужно делать все эти виртуальные машины исполняются на новом железе на быстрых ssd дисках серверного класса у них быстрая память у них многоядерные процессоры нового поколения intel xeon e5 в общем у них все классно и прикол в следующем в чем вообще вот профи до всей этой истории во первых за счет того что это виртуальная машина там довольно гибкая ценовая политика то есть если нажать там на цены и посмотреть какие варианты там вариантов может быть масса ты можешь выбрать вариант где ты оплачиваешь например не раз в месяц как во всех остальных хостингов а например раз в час второй момент ты можешь то время раз час до почасовая плата ну допустим смотри какой смысл вот у тебя есть какое-то проложение да тебе надо срочно развернуть в нем виртуальный какой-то хостинг какую-то информацию там отдать например там переслать не знаю тысячу сообщений если вы спамом занимайтесь например я шучу конечно не важно и после этого тебе виртуальная машина это не нужно вот пожалуйста ты купил оплатил за час все мощности тебе предоставили на час ты что-то свое сделал и после этого закрыл виртуальную машину проливать будете да типа того и прикол в том что процедура создания нового сервера занимает от 20 до 50 секунд то есть очень быстро то есть вот нажал кнопочку купить у тебя и развернулось все понимаешь все так работает но второй момент ну который довольно важен это то что там есть api то есть причем ты интерфейс такой знаешь он он не для гиков он реально довольно понятно и если ты сможешь в каком смысле программировать там что-то почитать как этот api работает ты можешь эти виртуальные машины просто по щелчку вот так вот просто разворачивать и закрывать разворачивать если тебе это надо идея в следующем если вы разбираетесь в технологиях вам это нужно если вы какой-нибудь фронтендер какой-нибудь девопс или разработчик приложений вам такая штука нужна то обратите внимание на вискил мне кажется это хороший сервис такая история прикольная штука на самом деле я так понимаю что это как раз реально под разные задачи типа открыть буквально там решить закрыть ну то есть типа какие-то краткосрочные истории возможно да интересно что там если там чем с гпу чтобы типа поставить туда расчет например там типа какой-нибудь там типа тензерфлоу какой-нибудь или там какие-нибудь эти нейронки и вот это все мне кажется было бы прикольнее если бы у них это могло так работать ну это можете узнать на сайте вискейла собственно говоря ссылка в описании подкаста да вот в общем выбирайте select l если в общем-то он вам подходит вот такие пироги короче пацаны мы переходим к нашим новостям как вы понимаете одна из самых главных новостей прошлой недели заключалась в том что и microsoft и sony наконец-то запустили предзаказы своих новых консолей прекрасно классных консолей нового поколения и в общем-то sony сделала это следующим образом просто как были а пацаны сегодня же оказывается предзаказы и таки пух все еманулись пошли делать предзаказы microsoft поступил по следующему они немножко заранее сказали что пацаны 22 сентября будут предзаказы так что приходите и все такие на низком старте особенно эти на эти чуваки которые подрезают с помощью ботов все предзаказы потом их перепродают эти вообще прямо на супер низком старте просто сидели и в общем-то все ломанулись резко покупать причем в разных странах эффекты естественно разные потому что например поскольку в сша playstation и xbox практически лоб в лоб друг с другом там сражаются да то у них ажиотаж был и на то и на другое в россии в этом плане конечно ситуация немножко другая потому что в россии в общем-то принято в основном топить за playstation за xbox в основном ну кроме как за 360 который прям очень хорошо прошивался типа за xbox он например не очень топили из xbox самый первый тоже не очень вот но у нас и не было вообще то есть его можно было купить но типа игры единицы там может 100 человек во всем во всей россии в первый xbox общая суть заключается в том что в россии чуть поменьше но на самом деле тоже многие ритейлеры говорят что вообще-то народ как бы нормально так выкупал эти самые предзаказы и вообще типа довольно много народу как бы в целом заинтересовалась xbox и решила его купить но что интересным то что различные сообщения с разных мест которые вот мы слышали найти как говорит сопоставить сообщение приходят которые очень интересно то что что в сша что в россии что сообщение о том что 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 вам удалось предзаказать они все говорят о том что типа как бы ну например там все намного чаще заказывают xbox xbox series x по отношению к xbox series s и заказывают 1 это мощная некс ген консоль которая с диском а вторая это бездисковый хуй пойми что ну то есть мое такое мнение зон дешевая да и playstation 5 дисковая версия тоже превосходит очень сильно типа и по желанию и по типа по факту типа чего народ там предзаказывал превосходит соответственно playstation 5 digital edition но есть момент многие магазины особенно в сша которые прям вывешивали буквально какое количество консоли у них доступно они прям вешали типа в нашем магазине доступно там 5 xbox series x почти у всех магазинов series s of доступно для предзаказа было раз в пять меньше чем xbox series x а мне вот интересно это было мало было которое без сибирома это какая которая который через сэс которая я не знаю вот эти вот xbox там с что-то могли бы нормально как вот церковь playstation как всегда всех переиграла 5 и все самое чем понятно сразу 5 больше чем x и 5 чем и самое смешное что не одинок свое мнение потому что я читал твиттере историю о том как на амазоне внезапно выросли заказы xbox one x и признаешь такой xbox one x здесь нет что-то прошлое предыдущие до поколения просто народ видимо ошибся и купил то есть купите новый xbox на кио хопа вот или или же ну то есть у меня есть такое подозрение что люди такие знаешь хочу купить новый xbox а нету уже предзаказов да ну ладно куплю старый тогда то есть как-то так это работало потому что я не знаю откуда внезапно 700 процентов выросла и продажи очень важный момент как бы который стоит здесь отметить первое что amazon работает таким образом что если ты вводишь rtx 3080 то если rtx 3080 всех ритейлеров в общем-то ушел в небытье он тебе в этом не говорит он тебе просто выдает целый ранжированный список из rtx 2080 ну то есть он тебе просто показывает похоже написали о том что они когда выводили rtx 3080 видели что сток есть быстро хуя хуя купить заказать ебать чё я заказал-то жалобы типа типа не посмотреть что покупаешь так очень легко вообще можно купить что-то типа не то особенно не знаю если ты пользовался алиэкспрессом ты должен знать что нужно смотреть люди же есть разные эти могу скажу я в свое время работал чуть-чуть в ритейлере в ритейле как бы я могу сказать что люди довольно тупые создания вообще-то и очень часто покупают не то что им надо или то что они хотели и так далее в данном контексте еще интересный вопрос дело в том что xbox one x в июле перестали производить в июле соответственно в сентябре сейчас количество стока xbox one x очень маленькая вообще у всех магазинах поэтому довольно быстро по поэтому когда указать склада и прочее у тебя условно там типа 1000 продаж за день этого самого xbox one x а потому что он уже почти везде закончился да или вообще 100 продаж то плюс 700 процентов это 8000 продаж ну тысяча 8000 как бы это немного понимаешь слушай а вот еще вопрос смотри это мы говорим про то что типа в резко выросли продажи это же надо все-таки не продажа это как бы ты просто оформляешь заказ но ты же можешь его отменить или нет или именно уже амазону можно очень быстро отменить ну то есть мне кажется вся эта история то что типа ой господи там типа xbox one x 700 процентов да и хуси ну как бы люди от меня отменят как только разберутся мне кажется это связано со скидками потому что ритейлерам очевидно зачем хранить у себя на складах что-то что можно быстро заменить и они скидывают скорее всего там были какие-нибудь распродажи я уверен что типа предыдущие консоли предыдущие поколения очень подешевеют сейчас все продаются будет там баксов 100 например это как 28 сейчас пытаться купить типа новую они бы уж ну то есть то есть очевидно сейчас все пытаются как можно быстрее скинуть пока она совсем не подешевела но я могу и вообще все абсолютно журналисты сейчас пишут что вот и была история с предзаказами playstation 5 ее смогли купить далеко не все но то есть потому что с этими предзаказами творился полный кластерфак речь идет конкретно про сша да то есть ты не можешь купить консоль или допустим сайт легли или допустим сайт легли но деньги не списались или допустим деньги списались на заказ не подтвердился и так далее есть полный пиздец творился и для того чтобы это избежать у иксбокса было насколько неделя до по-моему сколько чуть меньше да там 5 дней что ли разницы в но то есть мы за угодно что иксбокс начал ржать на пустейшем они даже в своем титра аккаунте такие типа ха-ха-ха смотрите как вот хуёво там с предзаказами то у sony а и что случилось ну и в итоге у из бокса получилось то же самое то есть один в один вообще никакой разницы нет тоже у лежит у всех сайты тоже лежат и нету никакого стока тоже там то у кого упал процессинг у кого еще что-то упало то есть в сша общий смысл такой предзаказы и playstation 5 и иксбокса это полный пиздец то есть они 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 прошли очень и не забывайте что очень круто что компании вообще смогли в условиях к вида умудриться к ноябрю хотя бы какой-то сток этих самых консолей сделать потому что я напоминаю вам что в сша опять же вот я начинал с того что были бумажки которые индивидуальные магазины в сша вешали типа что у нас доступно столько-то там консоли на предзаказ 10 series x и 2 series s на весь магазин говорит еще и косвенно о том что скорее всего series s делать стали гораздо позже их просто тупо меньше вот и все возможно как бы нового или может быть микрософта типа не очень выгодно их там продавать или еще что-нибудь в этом я думаю как раз не знаем это конкретно или люди просто путаются во всех этих буквах и такие типа пойду playstation 5 возьму на хороший вполне возможно лежать amazon если на нем работает пол интернета ну да нагрузку просто не рассчитали не обратились к нашу замечательному зал не amazon на самом деле лежали всякие волмарты и прочие аргиты да там геймстоп и и прочее кстати я кстати могу сказать что у нас тут один наш знакомый работающие типа в западном ритейлере в сети сказал что за один день когда типа он достал доступен соответственно предзаказы на xbox ну вот за один день там были цифры ну плюс минус такие типа что в общей сложности всех playstation of заказали там условно девяносто с чем-то тысяч штук во всей сети обоих версии причем в соотношении к девять к восемь к одному digital соответственно 1 и не digital 8 и примерно 50 с чем-то тысяч было всех иксбоксов причем соотношении примерно один к пяти потому что ну то есть на каждый на каждый xbox series s приходится 5 xbox series x ну и соответственно примерно два к одному соотношение между всеми xbox ами и всеми playstation объясни мне пожалуйста почему люди не любят бездисковой версии консолей я думал что во первых во первых все говорят о том что их тупо мало поставили их тупо мало есть у самих магазов ну то есть ты если захочешь заказать тебя не получится то что ее нету типа обычная один бездисковой нету 5000 рублей за игру digital версию или типа 2000 на царицинском радио рынке я думаю это основная разница бесплатно если ты берешь у кореша риджи в основном про сша ну то есть какая разница там 70 долларов игра или 70 долларов игра я думаю что люди целом не я думаю что люди одинаковые хотели бы экономить везде потому что цены но все же как бы и всем не нравится сумасшедшие как бы цены за там за лучшие и эксклюзивы которые типы стоят сколько там шесть тысяч пять тысяч только 80 евро и там все охуевают в самой европе 80 очевидно что это экономия просто потому что и вот мы с вами даже втроем быть мы с вами в одном месте в нашем tick tock house и то есть мы бы с вами поиграли каждый на своем этаже в свою свою игру на диске и потом просто поменялись и это бесплатно ничем бы меняться не стал пошел ты ты прекрати покажем чате твои самоски честно может быть ты просто-напросто отмыл бы диск и взял я мыл диски раньше и как на меня смотрели сумасшедшего ты берешь типа диски можно было спокойно быть зубной пастой или можно было но нужно было аккуратно и аккуратно это делать чтобы просто втифтереть как бы вот в гранулы по сути да 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 то есть я примерно спас кучу дисков так и каждый раз когда рассказывал люди таких что ты делаешь ты что сумасшедший в смысле я чиню технику реально когда-то объяснял это людям они все-таки ты чё ебанул что короче не нормально можно было так спасти мне кстати предстоит сейчас зубной пастой машину помыть на ней то есть запах ментола не это на внешне это блять советские лайфхаки типа все с помощью двух лезвий для трех спичек и не знаю там восьми гвоздей можно сделать построить себе жигули ты берешь роллтон роллтон и просто чинишь любую вещь вы же видели все это все эти гибки да 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 все это реально научились да там типа рот нам димка чинить все что угодно дом танк роллтон я видел но как бы в это в основном мне казалось всегда как типа ну такая смеху очка да то есть это типа люди прикалываются а вот насчет двух лезвий и трех спичек я тебе блять на самом серьезно говорю были такие лайфхаки был такой блять хуяный журнал за лоса наука и жизнь и там блять я помню тебе вот толстый это здоровенный журнал блять советский здоровенных и вот открываешь его это извини судя по названию лайфхак он должен называться типа как правильно входить в хату не 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 просто сам факт смотри как филл спенсер журнал сука про науку ты открываешь там типа еще будут роботы там типа летающие автомобили уже сегодня там знаешь там переворачиваешь там типа химики обнаружили новую формулу который даст там всем бессмертия там ну так далее переворачиваешь в самый конец этого журнала и там с трех спичек и двух бастей блять сделать кипятильник ты такой дает твою мать хуяна сука просто лучшие блять вот варианты спутников которые могут покорить венеру а вот здесь вы можете сделать кипятильник из всего лишь двух спичек и лезвие да да но ты же но ты же глупо но то же самое здесь то есть все эти лайфхаки это конечно охуенные пиздата но блять мне хочется чтобы вот 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 все чтобы все работало почему блять ебаные предзаказы playstation и иксбокса такую прошли что с ними не так почему не могут люди сами настроить ну кому он ну потому что как бы никто не ожидает что к тебе ломанется типа там миллион человек а от закупать серверные мощности на конкретно этот день чтобы у тебя конкретно в этот день выдержала миллион посетителей как бы ну никто этого не станет ну братан ну ну перебездите немножко как будто никто не ожидал да ну то есть как бы это это о чем говорит говорит о том что тот же сам ритейл не понимает что это в общем димка происходит разгаду димка примерно в три раза больше было предзаказов на playstation 5 чем на playstation 4 2013 году в три раза больше серьезно три раза больше на заказов чем никто не понимает в чем прикол типа как бы но почему-то на playstation 5 какой-то безумный спрос и реально никто не понимает в чем прикол действительно почему интересно ну ты понимаешь ну вот playstation когда 4 выходила типа на нее тоже был очень большой спрос но не такой большой как на playstation 5 ну да к тому же тогда было довольно сильно разница тогда был реальный next-gen то есть это был и тогда было и тогда было непонятно 4 да а здесь по сути типа xbox one или playstation 4 хотя нет это должно было понятно что 1 полтора раза не было тогда понятно тогда был срач по поводу того что типа xbox это тиви тиви звезды и на дисках нельзя будет играть потому что нужно будет привязывать дисковую копию конкретно к своему аккаунту прошло всего семь лет вот вам пожалуйста привязывайте бездисковую копию к своему аккаунту очень классно очень замечательно покупайте цифровые консоли да еще же было такое что люди которые обновились 4 на про например да то есть или просто собрали себе достаточно 4 про они как бы вряд ли но у меня 4 про я как бы не не при заказу все эти смешат немного я просто подождал бы потому что на тип игрок раз выйдут ты ничего не может быть не нет нет я и я ваша это может быть ничего не куплю потому что у меня есть пока рассказываю смешную смешную во первых во первых во первых у меня у меня есть пока процессоре тимур во-первых у меня есть пока и во вторых я уже прошел за ласта фаз 2 я не вижу смысла в консоли пока что купила ты купил себе полу весь полностью пакет dlc к столарису я я microsoft асимулятор купилась тебе интересно зачем начал пуговичку застегивать понял к чему я клоню что ты как бы не очень боярин если у тебя нет всех dlc к столарису как бы и в общем то ты уже не столь богат и не столь крут лишь когда тебе человек реально приходит такой у меня есть ferrari а ты говоришь но если у тебя все dlc к столарису ладно короче вы чё предзаказали вы чё предзаказали скажите мне вы чё не предзаказали пусть дэн скажет что у него закон потому что он не хочет покупать playstation 5 ну-ка у меня мощный классный большой черный короче у меня 3 700 x амди 64 гига рама и квадро rtx 6000 на 24 гигабайта поэтому я слышал вас там 3080 выходит я не понимаю в чем хайп популярность отключить тебе это тимур так вот все пошел если бы ты сделал прекрасные ролики про ебущихся динозавров тебе бы nvidia тоже подарила бы дорогой видеопарту спасибо большое компания виде я подумаю что мне это надо чувство но на самом деле я хотела сказать денису смешную историю 10 прекрати спасибо пусть на мышцами заметил я в прошлом подкасте казалось что я не собираюсь покупать консоль на старте то есть там очень посмеялись на тобой и сказали что они лишь копишь первый в общем я купил даже купил прям консоль привезли мне обещали привезти 22 сентября потому что в том ритейле в котором я купил прям за щеку 22 сентября горит привезут это доника что ты что-то купил то какую-то консоль 22 сентября должны были привезти тебе еще и ты ты стечет за что деньги на что деньги заплатил за что-то 22 сентября должны привезти ну так вот и короче 22 сентября мне звонят и магия предзаказов мне звонят и говорят вы знаете у нас тут такая пересортица на складе какая-то непонятная произошла 22 сентября не можем привезти я буду привозить и 23 я подожду они говорят вы знаете там на самом деле первые которые можно привезти это будет ноябрь и такой смысле ноябрь смысле я не поняла что там с деньгами ну короче я им говорю что хорошо ноябрь так пусть будет ноябрь ну то есть окей и перенес на ноябрь они говорят ну мы постараемся и вы постарайтесь давайте 15 ноября визит классно будет это дим ты ушел плакать холодный душ может привести что вы сказать вы да извините нас на складе не было но вот вам типа вот посудомоечная машина у нас не было новый xbox на складе но мы привезли охуенный xbox и бонусом игры и две игры для playstation и димка а вот я когда вносил на предоплату за машину меня был целый огромный договор которым говорил что типа ну то есть полная стоимость машин там такая-то там 30 тысяч всего типа внесли 30 тысяч соответственно финальная стоимость продажи будет там типа стоимость минус 30 тысяч там ну то есть там типа все было прям договор четыре или пять страниц был у тебя есть договора он тоже подписал вот тут нихуя нет денис рассказывал эту историю о том что вот у вас страна в россии если кто не знает денис живет в польше вот у вас страна в россии у ритейлеров заказали что-то они тебе не не это самое не то что ты хочешь привозит а привозит тебе бумажку какую-то на которой написано комплект предзаказа ко 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 вот и мы выяснили что в общем то это везде во всем мире так ну это как бы нормальное явление вот так вот у меня хотя бы комплекта нету вообще ничего но я бы никогда в жизни не сказал консоль на старте потому что мне кажется что они пиздец какие дорогие что иксбок что playstation подожди ты говори человек который заказал консоль на старте да но я конечно просто уточнил да и тут то же самое я конечно не заказал но мне удалось удалось найти охуяную скидку у нее я можно мне ту которую вы на таможне короче уебали углом дима дима сэкономил 14 тысяч и теперь ему в ноябре что-то привезут это у нас в контакт оплачивал через вкп вносил кому-то как раньше было сделка прошла успешно деньги давал вперед вот примерно так это происходит диме в ночной бере приходит смс к ваш заказ в дупле на ленинском проспекте и вот фото вашим ваших закладки короче я могу сказать что удивительная хуйня по поводу вообще всех этих предзаказов то что почему-то на консольки такой ажиотаж там наш там все прочее хуйня и ритейлеры не могут обеспечить чтобы у них там работал сайт или там нормально эти предзаказы работал а когда выходит новый iphone тоже такой ажиотаж почему-то могут как это объяснить вот потому что мне ебучая коробочка для детей внезапно оказывается кому-то нужно то есть что они не ожидают до этой истории отказ конечно типа какая-то короба iphone понятно машки нужен iphone то вот бабушки нужен iphone там моему брату дочери всем блять нужно iphone а тут как это хуйня блять твоя на роутер они но они уже так никто не мне кажется ну типа вот есть так думали лет десять назад никогда вот есть люди которые сзади вот представь появился кино и был театр и все такие блин кино отстойте реальное выступление вот это хардкор учета дети какие-то смотрят кинематом и могут там атом прям в а что ты можешь делать кино в экран его кинуть были найдите человека который ни разу жизнь не видел фильм это невозможно его то же самое произойдет с играми в какой-то момент невозможно будет найти человека который не играл во что-то и я думаю что я знаю я думаю что скоро скоро сейчас пока все еще можно диана городская не видел ни одного фильма он простите простите пожалуйста ладно все это было я хочу про стивиланд рассказать но я могу сказать что еще интересного что все вспомнили внезапно про магазин sony центр который существует вообще в россии все такие типа вроде как знают что он есть но такие ну там же дорого хуйня какая-то нахуй вообще нужен короче тут не заботится что там есть предзаказы в итоге его нахуй повалили так что типа к потому что он первый выкатил предзаказы в россии его вообще полностью повалили и через три часа после старта предзаказов у него упал смс-гейт потому что он превысил свой листья месячный лимит на операции с деньгами это не сам я в интернете финанс финансовый гейт да это финансовый гейт то есть просто спас по сути платежный терминал в интернете у магазина не рассчитан был на такое количество заказов в принципе я думаю еще проблема в том что многие люди которые заказывали на самом деле эти консоли они нахуй не нужны то есть это какие-нибудь барыги которые перепродавали и знаешь там люди которые там типа у я сейчас куплю за полтинник а в декабре к новому году ну то есть вот знаешь вот типа когда вот у людей паника начинается что им надо что-то кому-то подарить да и вот в последний момент он забегает магазин блять платеж есть нет блять вот вот для таких людей существует авито на котором ты заходишь и ты можешь эту же консоль которая стоит 46 тысяч ты блять ее покупаешь за 78 а потом оказывается что это кирпич просто и для и для этого эти люди приходят и и то же самое в америке то есть я видел и пост на реддите где чувак написал бота который заходит на ebay находит там лоты с выставленным оплаченным предзаказом там playstation или xbox и автоматически ставит им бит ну то есть типа ставку типа чуть выше для того чтобы люди заходили и видели что playstation 5 у этого чувака который вот выставил да который барыга чтобы она у него стоила 5000 долларов понимаешь просто чтобы он сука просто знал и и этот постом заплюсовым просто невероятно что люди говорят бля это чувак с ботами борется против ботов это ценовая война из-за детских блять пластмассовых консолькой консолей которые на фу не нужны никому ну то есть вот бля чувак ты наверное может быть не знаешь про рынок реселла кроссовок я не знаю про рынок реселла кроссовок и давай так и останется я не хочу ничего знать про рынок реселла кроссовок серьезно тем временем ладно у нас есть наши замечательные донаты надо nation alert который мы почему-то с вами сегодня игнорируем а надо бы их не игнорировать ему вот мы уже пришли к ним давай где матчи я могу да фарварда 20 баксов хочу будет играть киберпанк 2077 на playstation 5 или на компе ему кто на чем но слышите я на playstation 5 буду играть я прям это мой launch title то есть я по сути пойду куплю себе киберпанк и playstation и вот буду играть дениска я пока пока боярин я тоже на пкшеньке у меня он куплен мне подарили так что я буду играть на на комплекторе алясик занесла что у меня в паренечке привет передайте привет евгешки оливки но от его толстенько я могу от себя сказать интересную еще мысль о том что кроме всего прочего на playstation я прям уже осознал и понял что для меня стоимость playstation увеличивается примерно на 20000 рублей потому что я буду первым делом покупать себе коробочку качественную хорошую на thunderbolt 3 короче чтобы прям поддерживал там типа 10-40 гигабит в секунду и крутой ssd который будет опять же поддерживать ну хотя бы 3500 уже есть крутой ssd подожди ты слышал там уже есть крутой это есть но это слишком дорого как бы я хочу взять такой типа не супер дорогой он примерно будет стоить я уже посмотрел в районе пятнашки стоит а вот и соответственно пятнашка где-то коробочка тысячи 35 короче ну вот около 20 тысяч получится в общем-то я делал беру их для того чтобы воткнуть соответственно может даже не thunderbolt можно даже просто юсб 3 1 который version 2 вот это который 10 гигабит в секунду потому что с помощью них я хочу как раз взять терабайт и на него поставить свой бэклог и в общем-то и играть вот на playstation 4 игры ну вот с помощью вот такой вот хуюшки я понимаю что к сожалению придется заплатить за это 20 я я могу сказать так что ты еще не забывай про гарнитурку гарнитур будешь менять нет я буду с этой я пока буду с голдами да но я хочу их попробовать физически потому что у них же та же самая перепонка резинка дополнительная резинка как и у этих уплате наушники у тебя есть резинка посередине между 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 ушами да есть но веришь у него есть там она просто знаешь как сделано вот у тебя ободок и она на половине пути до ободка уже резинка я просто помню что я просто помню что такая же схема была у платинов и мне безумно жало голову поэтому я пока не померяю я никогда в жизни не куплю ее вот и димку купишь я у тебя померю ну хорошо инсайдер саним аватар газом 100 рублей ваш xbox будет запускать эксклюзивы playstation нужно только копеечный советский что-то спасибо за 100 рублей сколько надо заплатить чтобы денис стал постоянным ведущим денис прекрати нам донатить пожалуйста смысле прекрати что-то чтобы заплатили мне что-то вы же потом вернете как договаривались майкл майер 76 рублей дениска 95 96 не забудем не простим но тебя мы все равно любим понял там там татья в тех курсов есть видимо я не знаю илья красильчик на 100 рублей денис а вот вот фон nvidia враткастер поменять а вагбалеш занес 1 евро максим у вас знатым импостер да именно поэтому и вы в космосе дали за 100 рублей спасибо денис ребят моя ужасная неделя стала нейросексуальной будут теперь нейро эротические сны снится денис прекрати давать все что это даша из украины клевая девочка давай рядом с тобою предприезжай тебе там из польши метод и ненька банчу нейросекс вот это все спасибо дима за то что открыл глаза сказав что очки можно быть под краном они мучатся с тряпочками вот так упал тьму просто нетфликс ну да фликс да мы читали спасибо за на фликс и в общем то все что ли да больше мне было всем спасибо вам ребята герой узнала занесла 400 рублей за и пьем для этого когда тимур же пройдет сусиму смотрите я прошел примерно чуть больше половины потому что ну как бы я поставил направлении там нормально так раскачался всякую кучу коллективов собрал больше половины коллективов уже но по сюжету я где-то примерно на середине второго острова то есть это главный сюжет и все сайды вот ну и как бы собрал уже почти все доспехи мне осталось три комплекта еще то есть ты заплатил за всю игру ты будешь играть во всю игру я правильно понял конечно ты чё чувак пока это не будет я ничего не сделать какой ты молодчинка у нас задают вопрос хороший вопрос по поводу того что взять playstation 5 предзаказу или xbox series x по предзаказу мне нравится что вы обошли вниманием дисковые консоли и правильно нахуй не нужны но хорошим пунктом в пользу того чтобы купить xbox series x будет наша следующая новость и она такая знаете из разряда типа сначала завтракайся такие блять xbox говно а потом таких блять может взять xbox примерно такая такая вот была у нас реакция на самом деле потому что майкрософт на этой неделе взял и купил бефесту вот так просто делать на сдачу чпок купил за сколько за 7 миллиардов долларов по-моему да что-то около того так как макса нет но это шутка его дело в том что если помните были куча слухов о том что майкрософт собирается отменить плату за xbox live gold вот вся эта плата отмененная пошла на покупку бефеста да поэтому придется увеличить плату за какой-нибудь геймпасс наверное ну вот по крайней мере дима говорит такой мы там подумали подумали я могу сказать от себя что у меня вообще ни разу не никак от решения ни на что не повлияло потому что вот я сейчас смотрю на ну на эту историю такой так так хорошо 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 от и и чё ну такой типичный русский аргумент и чего ну то есть типа ну хорошо ну купили как бы окей хорошо в ноябре от этого что-то поменяется как бы я думаю что в ноябре поменять но только наш тут можно уточнение что в ноябре не этого года блин и чувак конечно ты чё почему ну потому что через год он тебе понадобится бери себе это что тебе сердечко подскажет потому что не слушай этих ребят многие говорят люди о том что типа как бы вот там сейчас там вот как бы вот без бетезды купленные там сейчас вообще такие эксклюзивы пойдут и все это в геймпассе будет и прочее знаете я вчера на стриме высказал мысль который как бы ну вполне очевидно и навитает вообще во всей игровой индустрии не в той вот которая знаете говорит что асуне бой соснули а кабану там где люди реально типа там немножко пытается анализировать как бы ситуацию на рынке вы же понимаете что microsoft сейчас всячески упирает и идет по пути нетфликса и как бы они пытаются создать подписочную систему в рамках которой они будут выдавать тебе контент типа хороший средний и хуёвый как бы да но много то есть чтобы типа вот для каждого человека для любого человека чтобы можно было найти какой-то контент какой-нибудь относится это хуёвый контент это на уровне второго сезона как 2 сезона к салвании такого знаешь вот просил к салвани нормальный был не надо нормально вообще классный был батл тоца отличная игра это на уровне на уровне tiger king а я продана прекратите говорить что они плохие я просто все это к чему веду что типа вот вот эта подписочная модель и как вы понимаете нетфликс как который в общем-то начал выходить в плюс последнее время впервые блять вообще за все время существования там их подписочные именно модели а сколько лет он существует давно со времен тогда когда не 2 дишки рассылали по мне не ведет видео кассеты они еще давали там прикольные истории начинали они же первые ушли вообще в digital и над ними все смеялись потому что говорит он прям стебались на тему что вы просто к тому когда найти понятно что они давно существуют я имею ввиду когда они ушли в digital когда в каком году на стриминг да 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 бля ну ты вынуждаешь меня просто мне интересно сколько лет сколько лет у них вот это вот эта история с подписками вообще рулит прежде чем они вышли на самопокупаемость и могли позволить себе делать сериалы и покупать все это если на фрексу 23 года с 1997 года он существует вот сейчас one million subscribers блокбастер launches блокбастер онлайн to compete with netflix то-то-то-то там amazon netflix софт это-то-то там для википедии посмотри господи но вот я сижу на фене 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 анал анонс из этого launch streaming видео в 2007 году в 15 января 2000 13 лет хренеть просто то есть за 13 лет они впервые вышли как бы на то чтобы в общем то как бы ну в плюс выйти по другом понимаешь я просто к чему все это веду что netflix этого добился с помощью того что у них количество сабскрайберов которые им заносят денег ну стало просто пиздец каким большим спасибо коронавирус в том числе коронавируса они еще за счет чего это сделали netflix есть на любом утюге ты можешь netflix запустить на чем угодно практически на любой хуйня вообще netflix есть в индии на хуёвом интернете на мобильных телефонах в 480p под дешевейшей бросовой цене но только 480p понимаешь то есть задача в данном контексте идет обсуждение геймпасс везде развернуть чтобы он был на любом утюге вообще где угодно понимаешь то есть как бы их задача конвертировать сабскрайберов в геймпасс кого угодно на чем угодно где угодно понимаешь чтобы типа условно человек мог поиграть блять на чем угодно в данном случае как бы или они будут открывать кому там android store и будут соответственно пытаться на андроиде это идет с android играми или они прям будут педалировать историю соответственно а там с клауд геймингом xcloud чтобы который чтобы который запустился нужно вложиться в инфраструктуру azura практически в любом регионе ну так довольно серьезно на самом деле как бы это непростая задача короче здесь вопрос другом вопрос в том что удастся ли им это сделать потому что пока что он есть на иксбоксе и на пока и чуть-чуть в экспериментальном режиме на телефоне ну это уже мне кажется огромное ну то есть пока мне кажется вот это вот почему так радуются например на дтф пока бояре покупки там microsoft беседы потому что это есть там сейчас объединились два лагеря те кто любит пока игры те кто любит иксбокс и те кто любит пока гейминг все понимают что у тебя как бы одна подписка теперь one типа как кольцо все власти 1 чтобы всем управлять ты просто но это прикольно же потому что у тебя действительно кого-то есть иксбокс вот например мужчины в красном забыл как вас зовут вот у него все заказаны иксбокс да и он сможет играть в пока же тоже на эти игры это же довольно клево и дешево там геймпас даете microsoft файл симулятор я лично дал за максимальная версия что около 7000 зачем ты ее купил если мог купить иксбокс геймпас смысле кому во мне не нужна консоль люблю летать я пилот ты видишь у меня цесна на фоне а это другой бэкграунд не важно не знает о том что в xbox геймпасе есть microsoft light simulator я знаю да не знает что бокс геймпас можно взять рублей за 70 подожди ну там же там нет этих самолетов прекрасных запас дополненной версии не может купить его этого ой все отстань я все купил я счастлив я летаю как этот как черт и доволен в 20 фпс днис меня на это 8 наоборот его вася покупает игры они на следующий день уходят на скидки один из покупает игры по максимальной просто это потому что блять зачем экономить я же могу себе позволить клинуть игра про самолет и ты можешь там боингом управлять когда уже двигатель не работает камон объяснит мне вот объяснили мне почему я свой район я свой район смотрел через эту игру понижешь это же мечта и такая это как это это будущее короче мы отдали со темы живем секс и bts до смотрите как в общем то весь пакет студии которые существуют и btsd весь их пакет айпи включая новые еще только только анонсированные типа starfield а они все тоже перешли соответственно к майкрософту и количество студии microsoft на данный момент просто ну как бы она очень большое стало и там большое количество средненьких студий крутых студий совсем крутых студии кабану и там маленькая индюшатина сравняли количество они они сравняли большой довольно быстро количество у sony по моему 15 студий сейчас или 16 что около того а у иксбокса по моему 23 или 24 не помню точно сколько но то есть у них даже больше студии чем у саней но тут вопрос том что типа фил спенсер в свое время 2018 году сказал правильную вещь о том что да мы понимаем что типа у нас вопрос контентом пока что стоит не очень хорошо вот и он в общем то все сделали того чтобы это исправить ну вот и вот такой большой пакет как купить по сути большого издателя и большую как бы набор разработчиков набор студии как бы это на самом деле конечно крутое стратегическое решение вопрос только в том что к чему это все приведет ну то есть к тому что типа все игры btsd будут постепенно появляться в геймпассе бесплатно или то что типа microsoft сможет как бы эти игры как-то там типа под своим крылом сотрудничая разными студиями пытаться типа докрутить потому что напомню вам что многие анализики сейчас на рынке говорят о том что btsd в общем-то продалась не от лучшей жизни потому что btsd попробовала себя за последнее время на всех возможных вообще направлениях игровых она попробовала выпускать типа сервисные игры мультиплеерные игры силу игры мобильные игры символов и игра подешевле синглов и игру подороже как бы там типа нишевые и сингловые игры она попробовала тебя в очень большом количестве на самом деле направлений за последнее время и не поговаривают что результат это на самом деле у них были не такими как они хотели вот и именно по этой причине на самом деле многие аналитики были удивлены тому, что такая маленькая стоимость, потому что вообще-то по оценкам многих там, типа, людей на рынке... Дожди, 8 миллиардов баксов, это почти там 7,5 миллиардов? Это маленькая стоимость? Серьезно? По оценкам многих, в общем-то, игроков рынка, ну, аналитиков там, типа, и вообще, типа, индустриальных там, чуваков, 7,5 миллиардов, вот столько может стоить в принципе франшиза TES и Fallout вместе взятые. Это вообще не сумма, это 2,5 банка. Каких-то? Это вообще фигня. Полтора! Полтора! Ну, полтора! Слушайте, как бы, я могу сказать, что ну, серьезно, как бы, на самом деле, там же еще и Doom, еще и Wolfenstein, еще и Prey, как бы, еще и Dishonored, еще и Elvizin, и еще куча, 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 куча всего. Давай говорить честно, Dishonored, у него не такая большая аудитория, как у того же Doom'а или Fallout'а, ну, камон. А мы знаем, сколько продали Doom'у Eternal'ов? Знаем, довольно хорошо его продали. Проблема не в том, и там Evil'e Zim тоже, блядь, не очень большая аудитория. Тут надо смотреть просто вот в корень проблемы, смотри. Игры Bethesda, да? Это игры, которые выходили везде. Они выходили на Switch'е, на PlayStation'е, на Xbox'е, на ПК. То есть, у них такая, типа, мультиплатформа всегда абсолютно. Может ли себе позволить Bethesda, теперь на деньги Microsoft, условно, может ли она позволить себе выпускать эксклюзивы только на две платформы? На Xbox'е и на ПК? Может или нет? Нет. Мне кажется... Я тоже объяснил, почему, буквально 10 минут назад. Мне тоже кажется, что нет, но тут вопрос возникает в том, какие у них условия с Microsoft'ом. То есть, я склонен полагать, что, скорее всего, будет временная эксклюзивность. То есть, условно, выйдет новый Doom, и он будет, там, типа, эксклюзивен для Xbox'а, например, на год. Помните историю, когда выходил Xbox One? Ну, или на второй год Xbox One, я не помню, когда это было конкретно. Скворечник заключил эксклюзивный договор по поводу нового Tomb Raider. И новый Tomb Raider вышел только на Xbox'е. Я помню, что я себе как раз тогда на Xbox Tomb Raider покупал. И был год эксклюзивности, год эксклюзивности закончился, и игра подалась на PlayStation'е большим, блядь, тиражом, чем на Xbox'е. Как вообще? Ну, то есть, вот... Чем на Xbox'е и на ПК вместе взятых причём. Да, это была странная херня. И вот этот год эксклюзивности, мне кажется, многому людей тогда научил, поскольку сейчас практически никто, кроме, может быть, того же самого Ссанова Скворечника, который Final Fantasy до сих пор на ПК не может выпустить, который ремейк, не заключает таких долгих контрактов. То есть, не заключают эксклюзивность на год. Эксклюзивность может быть на месяц, на три месяца, на полгода может быть, но не на год. Года слишком много. Или эксклюзивный маркетинг, или эксклюзивный DLC. Мне кажется, просто через год про игру просто забудут, нахуй. Потому что те люди, которые хотели в него поиграть, они поиграют на платформе, на которой она вышла. И здесь возникает вопрос, на чём выйдет Starfield. Если Starfield выйдет на... Везде. ...ПК и на Xbox'е только, например. Бля, и пойду себе Xbox. Ну или буду... Если они его давно делают, если они давно его делают, то, скорее всего, уже делают PlayStation' тоже, мне кажется. И ещё важно, вы все забываете, что однажды Microsoft купил Netsky. Я уж не знаю, как бы плод-твист будет просто всё взять и закрыть. А? А? Класс! Мне ещё нравится история, как они купили Rare. Помните Rare? А помните, они купили Mojang? Mojang и эксклюзивный PSVR-порт. Эксклюзивный Minecraft есть только в VRе. Только на PSVRе. Понимаете? Ну, как бы это же смешно. Я просто к тому, что вполне возможно, что Microsoft всё-таки поступит нормально, довольно мудро. И просто, да, окей, новые игры будут, скорее всего, в геймпасе, чтобы тупо продавать подписку. И опять же, я думаю, к тому моменту, как выйдет условный Starfield и всякие остальные подобные сервисы, я думаю, что, скорее всего, конечно, они постараются xCloud развернуть в побольше количества стран. Ну, как минимум, в США, в Европе, в какой-нибудь Канаде и во всяких остальных крупных странах, в Японии где-нибудь. Посмотрим. Но я вам напоминаю, что, в общем-то, за последнее время было же большое количество слухов о том, что Microsoft якобы купит ещё кучу других различных студий. Среди двух претендентов основных, которые прям все практически говорят, что это уже почти стопудово. Ну, как бы мы же все понимаем, что, как бы, хуй знает, делим на 9000, это то, что, во-первых, Microsoft купит Don't Not, это создатели Life is Strange, соответственно. Полно и легко в это верю. Ну, то есть, а что, Don't Not какие-то дорогие, блядь, это... Я думаю, что он сделал три провальных игры подряд, ну, как бы, кому он нахуй нужен. А также они купят Особо, которая создала Microsoft Flight Simulator. Он тоже вполне логично. Но я могу сказать, что я сегодня читал на французском сайте, на французском, блядь, сайте, что... По-французски читал? Ну, и переводится с помощью гугла. Спасибо большое. Спасибо большое, да. Ле игры, ле видео игры, да. Же видео называется. Я не знаю, как это называется. Ну, короче, читал историю, что акции Ubisoft растут на фоне того, что Microsoft купила Bethesda, потому что поговаривают во Франции, на их французском сайте, видимо, в голове главного редактора, что Ubisoft может купить в качестве ответа Microsoft'у Sony может купить Ubisoft. Тут я поржал. Ле Ubisoft. Ле Ubisoft, да. Ле Суни ле купит ле Ubisoft, якобы. Ну, вот тут я поржал, потому что, мне кажется, как раз может произойти история наоборот, когда Ubisoft берет и покупает Sony. Но еще история была в том, что якобы Amazon сейчас понял, что со своими игровыми студиями и они прилично обосрались. Ну, то есть у них все те игры, которые выходили, они полное говно. И Amazon хочет сильно вложиться в какие-то видеоигры, в какие-то студии и прочее. И вот типа Amazon может купить Ubisoft. То есть понятно, что раз такая статья была на французском сайте, там все было про Ubisoft, потому что, блядь, других компаний просто не существует. Уверен, что у Дениса там в Польше где-нибудь лежит какая-нибудь газета, выходит, и там, знаешь, там типа, кто может купить CD Projekt Red? Давайте посмотрим. CD Projekt Red может банки покупать. Это самая дорогая компания вообще, которая здесь только есть. Больше о том и речь. Поэтому мне кажется, что вот этот ход, покупка Xbox и Bethesda, это очень историческая хуйня на самом деле. Потому что, ладно бы, это был какой-то там маленький, маленькая студия, маленькие издатели и прочее, а здесь, блядь, ты купил просто пачку, блядь, студий. То есть, ладно бы, это была просто Bethesda. Это Arkane, это Tung Gameworks, это Zenimax, это Zenimax Online и так далее, да, все эти машины, games, ID. И ты мог качать с Obsidian и сказать больше, им очень ничего не перечислять, потому что я считаю, что это великая сделка, именно потому, что если новый Fallout выйдет в New Vegas, а его сделает Obsidian, то все. Ну все. И ты можешь больше не выпускать. Нам пишут, Plot Twist Oracle покупает всех. Ну сейчас это на самом деле правда, действительно, Oracle там прям вообще Killing Spree. Мы дойдем до этого, у меня тоже есть что сказать, там про Backend, основном речи, я тоже в этом разбирался. Что-нибудь. Интересный момент еще с тем, что как бы есть еще один, еще более тупой слух, но который сейчас все форсят, о том, что Microsoft купит Sego. Sego? Да. Sego существует? Вы бы, а якутзаки вами думаешь, кто выпускает? Это во-первых, Денис, а во-вторых, не забывай о том, что Sego, в общем-то, это даже не игровая компания, так-то, это компания, которая владеет огромное количество недвижимости в Японии, понимаешь? Поэтому, когда говорят, что Microsoft купит Sego, наверное, имеют в виду, что она купит вот это вот подразделение, которое игры делает. То, что Sego, это, блядь, не только видеоигры. Атлусы там и прочее, как бы, потому что Sego выпускает много игр на самом деле. То есть, мне кажется, это будет довольно сложно, во-первых, сделать, ну, потому что, это, блядь, японская компания, это первый момент. У них там очень сильно ну, то есть, окей, допустим, купят они Sego, и что? Ну, то есть, там прикол в том, что, типа, якобы это делается для того, чтобы выйти на японский рынок, делать эксклюзивные игры, типа, от Атлуса, там, вот это все. Но, как бы, не все понимают, что это какой-то непонятный булшит, но он форсит это почему? Потому что, начали находить, что, типа, например, у Microsoft был твит, когда они там, что-то, типа, писали про, про гейм, как это сказать, короче, они сделали геймпад для Xbox Series X и Series S, который синий-белого цвета, и пишут Soul Iconic, и там, знаешь, такие обвели буквы, и получилось Sonic, вот, и потом, короче, и потом Sego выкладывает какой-то там пост, короче, и там непонятная фотография, лежит женщина на столе такая, и, типа, руки скрестило, вот, буквой X такая, а рядом лежит коробка, и все такие, ну, точно, блядь, X и Box, понимаешь, короче. Ну, кстати, это прикольно, на самом деле, но мне кажется, что тут люди не понимают, что Sega, это как Samsung в Корее, примерно, то есть, вот Samsung в Корее, это же не только производитель мобильных телефонов и телевизоров, да, они там занимаются недвигой, они занимаются строительством, воен, то есть, духуя всего делают, вот тоже самое с Sega, у нее есть аркадные автоматы, у нее есть починка автоматы, блядь, Microsoft вложится в бизнес по починку, ты можешь себе это, блядь, представить, стоит аркадный автомат, блядь, спотинковали, и в нем нарисован там мастер-чиф, как тебе такая история, ну, то есть, мне кажется, это какой-то бушет, они могут купить именно конкретно игровое подразделение, ну, то есть, может быть, если Sega хочет его продать, но мне кажется, Sega это нахуй не надо. Второй момент, если ты говоришь, что им хочется выйти на японских издателей и прочее, гораздо проще купить FromSoftware, то есть, как бы, идешь, покупаешь FromSoftware, все, делаешь DragSource 4 только для ПК и для Xbox. Понимаешь, FromSoftware, это типа у тебя одна, блядь, там их фишка не в том, чтобы ты купил Xbox, а фишка в том, чтобы ты пошел и купил Game Pass. Game Pass, да, а Game Pass уже куплен. А ты и так его уже купил. Да, то есть, меня агитировать не надо. Я в Game Pass, он вчера Resident Evil играл седьмой на стриме. Хорошо. Очень классно было. На стриме. Да, на стриме. Bethesda тоже крутая, как бы, я вообще вижу, что Game Pass очень круто растет. Если Game Pass... Заметели, что все, блядь, что-то покупают? То есть, такое ощущение, что в 2020 году у всех откуда-то появились деньги, блядь? Нет, все просто сидели на кубышке, понимаешь? Это стратегические решения, стратегические решения. Просто рынки все перекраивают, понимаешь? Пока вот ты такой сидишь там на жопе ровно, сидишь, пердишь, короче, люди рынки перекраивают ножницами прям хуяк, 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 короче, раз и все. И перекроили. И следующая наша новость, кстати, очень похожа на перекраивание, перекраивание рынка. Потому что Яндекс купит Тинькофф. Вот это я, конечно, естественно охуел. Самое смешное, что самое смешное в этой новости было следующее. Это когда некоторые телеграм-каналы начали писать о том, что типа, ну, как бы Яндекс купит Тинькофф все такие, да не, хуйня, короче. И приходят к ним в комментарии, ну, в Твиттере типа пишут, ну, блядь, Тинькофф сейчас купит Яндекс, ну, пиздец. Приходит Тинькофф в ответ, типа, их сммщики говорят, ой, ты вброс, хуйня, вообще полная, короче. И через 7 часов объявляют, что покупают. И я такой, знаешь, такой, типа, просто твит состарился очень плохо за 7 часов. И ты такой, просто, блин. И главное, они им такие говорят, ну, че шо пацаны-то, да? И они такие, мы отвечали соответственно с той информацией, которую обладали. Я думаю, ну, или вы только что расписались в том, что вы нихуя не знали, или вам нужно... Очевидно, и самому делу забыли сказать о стратегической сделке. Ну, как бы, блин, ну, типа, я бы не стал бы, по крайней мере, как бы там, типа, топить за какие-то, типа, такие вещи, типа, ой, это вброс. Бляд, я бы лучше просто проигнорировал бы. И такой, типа, сидел, а вдруг, блядь, реально, как бы, купят, понимаете? Сидишь такой, ничего не знаю, не, не, я еще бы не моя. Мне кажется, просто самое важное, что, типа, отчего все офигели, что теперь только два игрока есть, крупных, по сути, Mail, по сути, Сбер, точнее, по сути, Яндекс, и все, и типа, третья крупная корпорация Роскомнадзор, все, весь рынок. Ну, ты знаешь, на самом деле, доли у Альфы, у ВТБ, на российском рынке, вот, у них действительно довольно большие доли. Смотря в каком, в каких индустриях, потому что, типа, если смотреть, сколько бизнесов принадлежит Сберу, и сколько бизнесов принадлежит Яндексу, я в Москву приезжаю довольно редко. ты, кстати, я говорил про банковский рынок, конечно. А, не, я в целом, ну, то есть я в Москву приезжаю наездами, сейчас из-за локдауна я там не был, четыре месяца, каждый раз, когда я приезжаю, то есть я уже где-то три с половиной года, где-то живу в Польше, каждый раз, когда приезжаю, я вижу, как город больше брондируется Яндексом, с каждым своим приездом. То есть это очень бросается в глаза, когда тебя долго нет, а вы, потому что там живете, вы это не замечаете, наверное, потому что это ежедневно. Мы видим Яндекс. Как ребеночек, который растет. И это реально, это с каждым разом все больше. В итоге, получается, как две супер корпорации, Сбер и Яндекс, и вот они схлестнулись во всех индустриях. Это странно, конечно, видеть, то есть интересно посмотреть, что из этого выйдет. Мне понравилось, как ответил СММ Рокетбанка на всю эту историю, они написали, почему не нас? И такие тресмайлики, такие грустные. И там самое смешное, что им в ответ написали, и самое смешное, что им в ответ написали, это было то, что так там же банк покупали. Господи, бля, это, знаешь, Сэвэдж, что называется. И там еще был момент, когда типа банк-точка, который, это по сути, это по сути Рокетбанк, типа только для предпринимателей, который тоже там переходил от одного к другому, и написали типа банку-открытие, и типа банку Киви, и такие типа, ой, Пазязя, а купите нам тоже какую-нибудь обновочку. И Киви-банк отвечает, мы вам купим логопед. Господи, на самом деле, вот, знаешь, иногда испытываешь такую адскую конжуху от того, что бренды срутся в Твиттере, но с другой стороны, иногда это очень весело, реально очень весело. Но у меня извлекает вопрос, почему не нас? Подожди, я же с телеграм-канала начал вообще, первая моя фраза в этом подкасте. Слушай, у меня в большей части вам нахуй не нужен, тени, пошел. Вот именно. Твой ютуб-канал можно бы прикупить ему, да. Да, кстати, ты можешь какой-нибудь сетке присоединиться за бабки, вот, сказать, за 5 миллионов рублей, вам отдам эксклюзивную права на рекламу. Надо будет переехать в Оренбург. Да, да. Короче, я просто все это к чему веду, что, вы знаете, в последнее время большая часть сервисов Яндекса меня немножко расстраивает. Вот. Почему не расстраивает? Ну, я тебе скажу так, что, ты знаешь, у них очень большое количество сервисов, или запускается, очень часто запускается в сыром виде, в каком-то, типа, и может плохо работать, а потом, например, так получается, что они их просто тупо закрывают, потому что они не взлетели, а не взлетели они из-за хуевых операционных решений. Вот. И вопрос в том, что у меня есть смутное подозрение, что, как бы, я пытаюсь просто понять, кто будет отвечать за этот бизнес-юнит, там, ну, условно, за группу Тинькова, а в Тинькове вообще-то, как бы, тоже куча бизнес-юнитов, потому что там и страхование, типа, и банкинг, там, типа, и банкинг для, типа, этих предпринимателей, и там отдельно есть эквайринг, и отдельно есть, там, типа, брокеры, вот это все, типа, ну, это реально довольно большая структура, и я пытаюсь понять, как это все будет взаимодействовать. Брокеры, это к Денису, он у него сзади, видишь, акции нарисованы. Покупаем на хаях, выходим на лоу, все, все. Да, все просто, да. Я просто пытаюсь понять, как это все будет работать в структуре Яндекса, и пока, как бы, если честно, немножко напряжен, потому что, как бы, я пользуюсь активно Тиньковым, как бы, и кучей их сервисов, включая, там, типа, и страховки, и я пользуюсь ими, как бы, и там для банкинга, там, и для, там, и ПЭИ, и прочих вещей. Я могу сказать, что я немножко напряжен, как бы, в этом плане, и если вдруг, типа, начнется какая-то хуйня, я не понимаю, куда переходить. Потому что, как бы, Тиньков, вот, единственный вариант, может быть, типа, есть и в Альфе, но в Альфе еще больше хуйни происходит сейчас, потому что у меня куча друзей с Альфой, и они просто хуевают местами от нее. Я могу сказать, типа, инсайдик небольшой, я от Альфа отказался еще летом этого года, и я позакрывал карты буквально недавно, и сегодня такой, знаешь, сижу и думаю, не открыть ли мне снова карты в Альфа банке? А какими сервисами Яндекса вы пользуетесь? Я Яндекс.Деньгами довольно часто пользуюсь. И это, кстати, для меня было новостью, что типа Яндекс.Деньги, они оказываются, оказывается Сбер, и теперь в конце года они будут называться не Яндекс.Деньги, они будут называться Юмани. Причем Ю кириллицей, а Мани по-английски. Какой мудак это в Бербанке придумал, я не знаю, ну то есть это такой бред. Подожди, Юкасса вроде, нет? Юкасса это для... Все вместе. Я смешную шутку видел на ВСИ, что в России плохая примета Юкассом называться. Мне понравилась история про Альфа-Банк, тоже на Тит Джорни, где было написано, что типа, ну вот, Тинькофф сейчас наверняка станет хуже после того, как Яндекс его купил. В какой банк переходить? Наверное, чувак пишет, да, в Альфа-Банк переходите. И ниже комментарий, а твои данные в какой утечке слили? В первой, во второй или в восьмой? Абсолютно правда, потому что у меня у друга вот так вот как раз украли деньги в Альфе, и у моего отца также украли деньги тоже из-за утечки. Абсолютно. Я могу сказать, что... И Альфа так и не вернул ничего, они там типа службы безопасности, типа, оп-оп-оп-оп-оп, и ничего не вернули вообще, прямо вот пошли нахуй. Знаешь, мне кажется, вся история с, вот, что люди любили Rocket, да? Почему Rocket Bank это вообще не банк так-то, это такая типа надстройка, да, над банком, прокладочка, да? Но почему люди его любили? Потому что там было удобное мобильное приложение, это раз. Второе, там была прикольная техподдержка, то есть ты мог бы написать, и они тебе сразу все твои проблемы там решали, да, каким-то образом. То есть это такой человеческий подход к лицу банка, да? И за это люди сейчас любят, например, Тинькофф, то есть у них удобное приложение, у них не очень высокие ставки, хотя я могу сказать, что, например, кредитные карточки у Тинькоффа, блядь, просто пиздец. Ну вот, это мое такое мнение, есть другие варианты, получше. Вот. И ты смотришь на эту историю и думаешь, вот давайте вот мы так абстрагируемся от всех, не будем никого считать любимчиками, просто посмотрим, у кого что. Мобильные приложения, блядь, у всех сейчас одинаковые. Ничего не существует. Это ты прям сейчас очень, очень запизделся, Димка. Я просто смотри, я просто пользуюсь сейчас приложением, например, еще и ВТБ. Каким? Ну и что ВТБ? И данную секунду, вот прямо сейчас у ВТБ, вот прямо сейчас у ВТБ приложение, ну то есть в 100 раз хуже не только Тинькова, а в 200 раз хуже даже, чем у Сбербанка. Хорошо, Сбером ты пользуешься? Ну то есть в данный момент оно хуевое. Сбером я пользуюсь тоже, потому что у меня там как зарплатный проект, это все короче. Сбером есть приложение, ты не пользуешься приложение? Знаешь, я пользуюсь им, оно стало сильно лучше за время, они прям догоняют Тиньков там по многим параметрам, но оно менее удобное и оно мне намного меньше нравится, чем у Тинькова, например. Но оно в разы лучше, чем у ВТБ. Поэтому вот этот поинт по поводу того, что типа у банков одинаковое приложение, нет ни хуя. Ни хуя. Я к тому, что может быть оно... Какие вы все разбалованные, чуваки, простите, вы видели бы хоть одно банковское приложение в Польше, вы бы просто типа сказали, о, окей, ладно. Надо позвонить по номеру телефона, интернет-эксплорер типа в iOS. Достать лист А4, на котором написаны твои временные коды, знаешь, там 500 штук, типа напечатанные. Не-не, Димка, обычно тебе напечатают карточку такую маленькую. Да, и ты их девочке по телефону диктуешь, чтобы перевести счет. Да, это просто же... И они идут 6 дней. Просто типа вы даже не представляете себе, как везет российская индустрия, как вообще... Ну, мне кажется, в СНГ в целом как-то потому, что более-менее друг на друга ориентируются. Какие офигенные банковские приложения там. Если бы не Револют, ну, я пользуюсь Револютом, потому что здесь вот есть крупный банк Миллениум, например, я им пользовался. Это просто жесть. Вы себе не представляете, как там, когда входишь, ты логинишься, у тебя не пароль ты вводишь, там, не Face ID, у тебя, значит, 6 слотов, там, 8 слотов, значит, чтобы ты... Там не пароль, там есть твой секретный код на логин. Вот, значит, там 6 инпутов, 8 точнее, и тебе, значит, нужно ввести, например, цифру из 4-го и 9-го. Каждый раз рандомно нужно заполнить рандомные инпуты. Я каждый раз смотрю на это и говорю, господи, я не понимаю, что это... Это за что? Это кто-то просто людей ненавидит, как продукт он это запустил. Нет, просто ты, когда логинишься, ты еще проходишь тест на IQ. Зачем банку идиоты-клиенты, а не как-нибудь... Все просто. Ну, и я к тому, что, смотри, хорошо, может быть, приложения не у всех одинаково удобные, да? То есть, может быть. Но я имею в виду, что приложения банка примерно одинаковые в том плане, что они примерно одинаковые функции могут позволять тебе делать. Ты можешь переводить деньги из банка в банк. Ты можешь переводить деньги на разные счета. И ты можешь там смотреть там выписку или там, допустим, что у тебя... Все, что тебе еще надо? Ну, то есть, какие тебе еще приложения нужны? Потому что я, например, открываю приложение Тинькова. Там есть отдельная вкладка Чат с техподдержкой. Я не так часто разговариваю с техподдержкой, чтобы была, блядь, отдельная вкладка. Но когда тебе надо с ней поговорить, ты будешь очень благодарен этой вкладке. Я тебе серьезно говорю. Просто ты не пользовался приложением Альфы. Ты не понимаешь, о чем я говорю. Просто у Альфы есть вверху справа кнопочка, на которой написано чат. Ты нажимаешь, у тебя открывается чат. Но вот отдельной вкладки как таковой нет. И я могу сказать, что приложения плюс-минус, да, может быть, не все удобные, но они плюс-минус одинаковые. Второй мой поинт. Второй мой поинт в том, что допустим Яндекс купил Тинькофф. А что ты решил, что станет хуже? Почему ты так решил? Обычно всех, кого покупают, становится хуже. Я могу тебе сказать, что Яндекс еще имеет тенденцию закрывать или интегрировать в себя что-то. Например, напомню тебе, что FoodFox, которого купил Яндекс, стал в свое время Яндекс едой. И несмотря на то, что Яндекс всегда в принципе в целом нормальный сервис, у меня к нему довольно пренебрежительное отношение, потому что там часто бывает пиздец. Яндекс.Шеф, в свое время купленной партией еды называлась, короче, они взяли и интегрировали его, соответственно, сначала в свою экосистему он назывался Яндекс.Шефом, потом он, типа, не взлетел, они его интегрили в Яндекс.Лавку. Теперь, по сути, Яндекс.Шеф это часть Яндекс.Лавки. Яндекс.Лавка, это, наверное, единственный сервис, который они родили сами по себе внутри, короче, и который хорошо взлетел, ну, по счастливой случайности, он классно получился. Но вообще, как бы, у Яндекса, как бы, есть большая тенденция, часто, как бы, сервисы... Помнишь Яндекс.Здоровье? Вот и я не помню, понимаешь? Как бы, а он был, его тоже всрали, понимаешь? Но вопрос в том, что у меня есть сомнения. У них есть крутые команды, типа Яндекс.Такси, которые практически все, что они делают, как бы, у них получается круто, да? И есть не самые удачные бизнес-юниты, которые делают что-то там не очень удачное. Поэтому я пока смотрю с сомнением. Почему? Прямо держать руку на пульсе. Просто твой поинт по поводу того, что, типа, если кто-то что-то покупает, и он становится хуже, это же, блин, не так. Ну, то есть... Нет, я говорю конкретную компанию, две конкретных компании. У тебя есть конкретная компания Тинькофф, которая хорошо работает, как бы, развивается там самостоятельно, да? И есть конкретная компания Яндекс, с которой бы есть определенный трек-рекорд. Я не говорю про то, что типа кто-то кого-то когда-то покупает. Я могу сказать, что я не пользуюсь практически никогда поиском Яндекса, потому что у меня, по умолчанию Google, как, наверное, у всех у нас, просто мне... Вот серьезно, мне не нравится выдача, которую делает Яндекс. Но всеми остальными сервисами Яндекса я пользуюсь. То есть мне нравится, как у них работает там... Яндекс.Еда, та же самая, там Яндекс.Такси. Причем мне даже понравилось то, как они интегрировали в одно приложение вот это Яндекс.Го, куда они запихнули и такси, и лавку, и еду. Это очень удобно, на мой взгляд. Ну то есть я не вижу в этом никаких проблем, в отличие от Тимура, который... Прям, знаешь, прям по лицу видно, что Тимуру что-то не нравится. Сейчас будет рассказать о том, что сервисы будущие... Я не буду ничего рассказывать. Гиперприложения. Да, гиперприложения всегда взлетают, только утацент это получил. Я это слышал уже, спасибо. Но я рассчитываю, я рассчитываю как бы оптимистично на всю эту историю. У меня просто как бы кажется, что вы настроены негативно. Надо настраивать позитивно. А я притащил вам котика, а ты можешь донатики зачитать. А у меня салют за окном. Давай под салют. Давай салют, котик и донат. Давай, Димка. Ты сможешь. Я верю в тебя. Денис, там 100 рублей. Оставьте Денису, он классный. Пусть вместо Тимура стримит кот и будет вообще идеально. Спасибо, Денису. Что такое? Да я сейчас обиду, это я случайно извини. Майкл Майерс, не Денис. Занес нам один доллар. Дениска, тебя можно смотреть бесконечно в скобочках, не Денис. Инсайдер с анимаватаркой занес нам 100 рублей. Пацаны, сколько будет стоить купить завтра каст? Ну, я думаю, 100 рублей хватает. Спасибо, братан. Мьюторрент занес нам 76 рублей. Мьюмани, говорите? Шат-аут Дениске. Мьюторрент. О, господи. Мьюторрент. Блин, я еще вспомнил. Вообще, я пользовался со временем юторрентом. Мьюторрентом тоже, правда, пользовался, короче, но что-то как-то так. Мне не очень нравилось. А потом перешел на трансмиссион. Эвелина занесла вам 100 рублей. Итан, ты еще не пользовался банками в Штатах? Я их полностью контролирую и с гордостью могу сказать, что они пиздец. Это как отсылка вчерашнего и задыла его. Я напоминаю вам, что момент, когда типа Apple представила свой Apple Card, и там было, в общем-то, все то же самое, к чему мы уже привыкли, как пару лет. Там просто все журналисты ебать! Кэшбэк живыми деньгами! Ты хуя хуеть! Хотите, кстати, я вам историю не дорассказывал про покупку PlayMist. Давай. Я же, говорю, скидочку выбил себе баллами там в одном ритейлере, а потом у них кэшбэк еще вернулся 9 тысяч рублей. А евреи у нас в подкасте Максим. Покажи, Дима, где тебя ритейлер трогал на картинке. От PlayStation обошлась мне в 23 тысячи рубликов. Мне обошлась. Предзаказ, давай не путай людей, пожалуйста. Да-да-да, я не знаю, что мне привезут в коробке, если она будет разъебанная, я даже не сильно расстроюсь. Ну как расстроюсь? На 23 тысячи расстроюсь, наверное. Блин, ну ты там это как бы... Не расстраивайся, Дима. Все будет хорошо. Заметь, да, у нас действительно в подкасте один я такой типа экономный и прагматичный. Тимур импульсивный. Почему? Не, не, хорошо, хорошо. Тимур такой типа въедливый и дотошный, обязательно смотрит там, где что, 500 раз прочитает инструкцию и 800 раз проверит все сайты, где можно купить дешевле. И только Максим такой, бля, импульсивный, который берет и покупает. просто все, что хочет. И Денис, который не покупает ничего, ему присылают все с нами. Нет, я сейчас донаты зачитал, я подумал, может быть, слушаю Анлифанс этой нормальной идеей, нормальная темка, знаешь, может быть, пора. Пора, там уже 5 донатов было с Денисом, я думаю, что я притворяться буду собачкой и буду 10 долларов зарабатывать. Представь себе, что ты девушка, которой нравится имя Денис. Ну, то есть, бывает такое. И которой нравятся усатые и бородатые мужчины. Ну, типа, Дениса. Ты бы платила за OnlyFans? Типа, таких в мире 2, наверное. Одна из них моя мама. Я надеюсь, твоя мама не будет платить за OnlyFans. Сервис для мамы OnlyFans и Денис там только просто вовремя кушает, вовремя просыпается и ложится спать. Да, такой, типа, и соберем для мамы, я бы так назвал. В общем, я очень не волнуюсь. И всегда рассказываю маме, маме, что я поужинал, что я пообедал, потому что это самый частый вопрос. Ты поел? Я поел. А что ты поел? Господи, я каждый раз теряюсь. Что я поел? Время идет. Да, ты фоткаешь, что о том, ты очень вкусно кушаешь, такой, типа, она смотрит, это и радуется. Мне кажется, это отличная история. Тревожная ситуация, знаешь, когда тебе нельзя сказать, ну, мам, я открыл холодильник, просто надкусывал и положил все обратно. Типа, я ел салат на первое, а потом я была горячая и там был суп. Нам пришло, на киеваре, и надевает шапку, да, Денис такой, мам, смотри, трик. Да, OnlyFans, все нормально. Он перчатый мам, с точкой, ой, подожди, нет, он не мам, с точкой, кому-то не то. Такое есть, скорее всего. Это как типа есть DTF, а есть DTF Sluts.com. Серьезно. Блядь, ну-ка, OnlyMoms.com. Ну, естественно, есть. Я не буду открывать его на стрим, пошли вы. Бля, он не куплен, пацаны, но я уверен, что стоит очень дорого. В смысле, очень дорого. Ну, он не куплен, там можно купить. Ну, он зареган, да, на кого-то, понятно. Ну, типа, нет, по сути, знаешь, на кого, потому что там похожие ссылки, типа, the domain is for sale, to purchase call. Ну, понятно, с Quater, короче, авторник.com. Все ясно, короче, да. Слушайте, ну, ладно. Слышите, короче, пацаны, знаете, тут все кого-то что-то покупают, вот, знаете, консолидируются, и вот это все. В общем, завтра каст никто не купил. Но мы хотели анонсировать новый подкаст. Вот. Дело в том, что мы записываемся вот сейчас в среду, и завтра, в четверг, запускается новый подкаст, который делает команда Завтракаста вместе с фондом Сколково. Вот. И прежде чем вы сейчас будете там что-то говорить, писать, мы сейчас объясним, в чем прикол. Дело в том, что к нам пришел фонд Сколково, и, в общем-то, ну, потому что мы там типа подкаст про технологии, вот это все, короче. И у вас есть Денис отдельно, отдельный пункт там был. У вас есть там отдельный Денис, короче, вот есть там Димка, там Тимур, вот это все. Ну, вы там вроде нормально рассказываете, что-то говорите, как бы, и вот это все. Короче, давайте сделаем вместе что-то. В общем, мы придумали подкаст, который называется «Мама, я в стартапе». Он запускается уже завтра. Соответственно, этот подкаст будет про что? Мы постараемся, насколько это вообще возможно, здесь стигматизировать вообще деятельность Сколково, потому что так получилось, что по разным причинам. Почему-то стереотипно, как бы, считается, что непонятно вообще, чем они занимаются. И мы в первую очередь, как бы, пытаемся, во-первых, изобраться, чем вообще занимается там Сколково фонд, Сколково. Почему, например, фонд Сколково так и не так и не вкладывал, например, деньги в никакие стартапы? Ну, то есть фонд, а деньги не вкладывал. И почему он будет вкладывать, например? Или, например, типа, как стать резидентом фонда Сколково? Чем он помогает? Вообще, какие туда приходят компании? Что там вообще происходит? Для этого мы позвали в первую очередь Игоря Дроздова. Вот. Это председатель правления фонда Сколково. Вот. И он как раз пришел рассказать вот так. Так скажем, сначала он, знаете так, он нас боялся. Мы приехали в само Сколково. Сидели в очень красивой комнате. Он сидел такой, немножко нас боялся. Сидят два бородатых мужика и такие наседаются вопросами и прочее. Он такой well shit. Вот. И мы такие, типа, вроде его разговорили, нормально. Первые 10 минут он немножко зажимается. Потом, знаете, нам даже все люди, которые его знают, говорили, блин, ни хрена себе. Вот это да. Типа, он с вами так, типа, нормально разговаривал. И он там реально минут через 10-15 прям разгоняется. И прям вот он очень много классных, интересных штук рассказал, которые удивительны, но при этом вот Сколково не рассказывает почему-то там в СМИ, не рассказывает в каких-то там блогах или еще где-то. Хотя такие, как бы вот, очень правильные, классные штуки он нам рассказал. И вторая часть подкаста, как бы, она, скажем так, более веселая, более органичная, как бы, получилось. Мы позвали чуваков из стартапа, который называется WebMed. WebMed, да. И это компания, которая называется Каскай, как бы, ну, вообще у них продукт это WebMed. Это, знаете, вот такой момент о том, что когда, знаете, говорят про там российские инновации, нанотехнологии, все ржут там вот это все. Но при этом забываешь, что на самом деле в России за последние годы появилось много крутых компаний, которые и выходят на запад, и которые, как бы, вообще делают действительно крутые инновационные продукты. И этих компаний, на самом деле, как бы, все больше и больше и больше. Просто часто они сидят где-то там, что-то делают тихо сапой, потом выходят на рынок, зарубают кучу бабок. И вот в этот момент про них все начинают писать. И ты такой сидишь, блин, а они русские, оказывается? Да? Да. Причем самое интересное, что мы не будем концентрироваться конкретно на самом фонде в наших подкастах, который там будет выходить. Мы будем концентрироваться конкретно на стартапах. Собственно, отсюда и название. Мама, я в стартапе. Мы будем приглашать людей из разных стартапов, они будут нам рассказывать о том, что они конкретно делают, какие они проблемы, существующие проблемы, решают. И, ну, то есть, есть ли аналогичные продукты на рынке, допустим, решающие те же самые проблемы. Есть ли какие-то инновации в этом, есть ли какие-то там новые технологические решения, есть что-то такие, что делаются, например, для очень далекого будущего, например, то, что не попадает в консюмерские решения какие-то и так далее. В общем, об этом будет наш новый подкаст. Мы теоретически должны выходить раз в две недели, и, наверное, мы будем придерживаться этого расписания, если у нас все получится. Так что подписывайтесь, слушайте, и я от себя могу сказать, что мне очень понравился разговор с Каскай по поводу медицинских технологий, которые сейчас идут во всех стартапах и прочее. Потому что мне кажется, что во времена ковида, во времена глобальной пандемии очень важно, чтобы информационные технологии и вообще вся эта история, они как-то решали наши проблемы, которые не могут решать обычные врачи или обычная ваша поликлиника и прочее. Конкретно с Каскайом мы обсуждали, например, прогнозную аналитику. То есть, условно, приходит Дениска такой в поликлинику, да, да, ты, и ему говорят, Денис, вы знаете, мы собрали по вам бигдейту, собрали нейросетями все ваши данные, и выяснилось, что вы гей, но это лечится. Ура! Ну, на самом деле, конечно, Каскай рассказали первую очередь о том, что они провели огромную работу за последние несколько лет, связанную с тем, что, во-первых, помогли оцифровать огромное количество данных, которое существовало у кучи клиник, и на основе этих данных с помощью нейросетей, с помощью разных датасетов смогли смочь построить прогнозные, соответственно, алгоритмы, которые умудряются выявить на очень ранней стадии серьезные болезни типа онкологии, инсультов, соответственно, инфарктов и куча всяких других болезней, которые действительно серьезные, и которые выявляют на настолько раннем уровне, что есть еще возможность что-то сделать, понимаете, причем не то, что купировать болезнь и дальше как-то выживать, а именно реально исправить ситуацию. И у них... Они очень много рассказали про методику, они очень много интересного рассказали о том, как коронавирус повлиял вообще в целом на прогнозную медицину, что, ну, как бы, почему, как, зачем, для чего, как вообще родилось это направление, какие они препоны встретили, что, наоборот, у них хорошо получилось. И в этом плане на самом деле подкаст выдает наш очень много интересных инсайтов, о которых обычно почему-то люди не говорят, в том числе и эти же самые компании. Мы даже спрашивали в том числе Саму Скоку, почему у вас вот, типа, нигде не написано это, почему нигде вот там нет статей, нету там подкастов, там на ютубе, почему этого нигде не рассказывают. Они говорят, о, вы знаете, это очень сложно, там, вытаскивать из них всю эту инфу, а у вас вот как-то хорошо получилось. Понимаете? И мы вот реально, мы пришли и как-то вот органично умудрились поговорить и вытащить действительно очень крутую инфу и очень крутые инсайты. Поэтому подписывайтесь уже буквально в четверг, 24-го числа подкаст будет доступен. Вы можете в iTunes уже сейчас. Ну, если вы слушаете записи, он, скорее всего, уже доступен, так что можете поиск его найти. Он, скорее всего, в iTunes через «Мама я в стартапе» набрать просто. Он уже там есть сейчас, там уже есть трейлер, как бы, соответственно, завтра уже будет там первый выпуск. Вот. Можете спокойно подписываться и, в общем-то, слушать. Вот. Такие пироги. Спасибо Денису, что не участвовал в записи. Я как раз хотел, вы про стартапы будете говорить «Привет, я Денис». Как только ты будешь на самом деле делать что-то действительно крутое своим стартапом. Полезное. Полезное, да. Мы тебя обязательно призовем. Но на самом деле, действительно, мы открыты, поэтому, если ты захочешь к нам прийти поговорить про то, как ты поставил крутой бизнес и, в общем-то, этот бизнес очень полезный и основан на новых технологиях, на инновациях, блин, говно вопрос. Когда ты там уже эти-то, всякие «Союзмультфильмы», «Роскосмоса» и прочее, будешь там экстраполировать военные хроники? 4К, 8К, да. Я в основном с «Западом» работаю, но я напишу, следите за обновлением в моем канале. А, окей, хорошо. Ну, на самом деле, это крутая история, как бы, так что мы, в общем-то, подумаем. Тем временем, Ваг Болежный, на самом деле, вера подкаст коротко будет называться «Мяфс». Помните эту историю про дочку Ефремова, которая написала «Привет, я Мяфс». Да-да-да-да. Ну, ничего не поделать. «Жи11» занес нам 76 рублей, ВТБ никогда не берите, приложение «Еле шевелится» это позор. Ну, иногда у тебя нет выбора. На данном этапе оно плохо работает. Братан, иногда нет выбора, к сожалению. С некоторыми, скажем так, банками у тебя отношения складываются опосредованно, без твоего желания, к сожалению. Слушайте, знаете, у кого отношения складываются тоже не очень? Компания «ТикТок» и у Трампа. Не, дожди-ка, почему у Трампа и в общем-то… Трамп не любит ТикТок, а ТикТок к нему с распростертыми объятиями выходит и говорит, что типа «Мы хорошие, почему вы нас не любите?» А ТикТок – та самая социальная сеть, где там типа люди изображают жертв Холокоста, а потом жертв 11 сентября, а потом подбиливают свои зубы с помощью… Обосли себе штаны, вот не нравится. Господи, вы такие вообще старые, это где «Интези бит» «Тум-тум-тум-тум-тум». Ты у нас единственный тупой. И Зубку себе подбиливаешь такой… Раз, раз, да. ТикТоки классные, я не понимаю, это висит хейт от вас, у него есть старых людей, это не прикольно. ТикТок открываешь и типа просто два часа твоего времени никуда, но ты чуть-чуть вроде или счастливее, или несчастнее, ну как пойдет. Блин, братан, я 10 лет назад то же самое говорил про Твиттер. Всем. Никто не понимал, все говорили, да Твиттер говно вообще. Он до сих пор отстойный, подожди, это вот так не поменялось. Я тоже не понимаю, да, в чем как бы. Денис, ты просто старый. Ты что, Твиттер хороший, я люблю очень Твиттер. ТикТок, я выпустил один-единственный ТикТок, можете подписаться на меня, там есть ТикТок с Баряном. А почему, почему по-твоему ТикТок хороший? Ну то есть вот… По-моему? Да, да, почему? Что ты так решил? Ну, во-первых, с точки зрения продукта он очень хорошо сделан. Там все работает быстро, все летает. У них есть суперрекомендательный алгоритм есть, который чем больше ты пользуешься, тем больше он тебе рекомендует вот этих вот, того, что ты реально лайкаешь. То есть это действительно круто, и все в ML-мире подтверждают, насколько клево он работает. Хороший алгоритм, это бизнес-драйвер ТикТока. Его, кстати, он в сделку не вошел. Ну, достигни пуговицы, нормально, скажи. Зайди обратно. Ну вот. А помимо алгоритмов, ну это просто весело, потому что ты смотришь, люди, талантливые люди делают. Помните Vine был? Ну вы когда-то вхуйсосили Vine? Просто так? Нет. Я никогда не хуйсосил. До того, как в Инстаграме появился видео, даже Vine делал смешно. Там были креативные люди, которые делали смешные форматы. ТикТок то же самое. Там просто есть, как бы, переклон сейчас. Ну, помимо того, что там есть такие вещи, о которых говорил Тимур, там есть куча смешного креатива, где люди просто делают глупые шутнявки, танцуют как-то придурковато или действительно хорошо, выкладывают, и все. Я, например, оттуда много музыки собирал, такой, который потом в плейлис я добавлял, и через два дня удалял, потому что она вся же отстойная. Но, тем не менее, с точки зрения продукта, он, правда, прикольный. Там к нему есть много этических вопросов, им пользуется огромное количество детей. У них, по-моему, что-то они впервые недавно опубликовали, сколько у них пользователей. Наврать не буду, но это что-то около двух миллиардов, по-моему. Нет? Нет. Миллион? Миллион. 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 С роботами. Я не знаю, наврал, короче. Очень много пользователей, и понятно, почему Трамп на него сагрился, потому что, ну, как бы, все эти пользователи в Америке, которым пользуются, отправляют свои данные в США. Китай. Китай. В Китай, да, простите. Вот, и все. Да, надо, чтобы в США отправляли. Собственно, надо, чтобы в США, да. Сделка, которую в итоге одобрил Трамп, это история в том, что Oracle будет следить в своем облаке за всеми этими отправлениями данных, и заниматься, собственно говоря, ТикТоком. Будет некая компания под названием ТикТок Глобал, которую так и создали, и, собственно говоря, Walmart и Oracle получат в ней долю в этой компании. Мне очень нравится, мне очень нравится, как, по сути, Walmart вынудили иметь долю в том активе, который им нахуй не нужен. Ну, то есть, знаешь, типа, давайте, у вас есть лишние деньги, если не хотите, чтобы к вам пришла налоговая, вложитесь вот в эту компанию. Идите, купите ее там. Там все прикольнее. Там все прикольнее. Там, в общем, Трамп в своем жанре заявил, он говорит, я, он там с подиума такой, типа, я, в общем, когда с ребятами говорил, я им говорю, ну, вы бы 5 миллиардов долларов внесите в бюджет развития департамента образования, и сделка состоится. И он такой это спокойно заявил на каких-то своих очередных там где-нибудь в Орегоне каком-нибудь. И компания такие через пару часов чего? Какие? Какие 5 миллиардов? Капитал прожиточного миллиона. Что там с деньгами? И они такие, мы вообще-то говорили, что это, короче, новая компания, которая сделала Oracle, Walmart и TikTok. Она называется TikTok Global. Они такие, типа, вообще-то мы говорили, что налогов заплатит эта новая компания больше 5 миллиардов, но не сразу, а типа за время своего существования. И, ну да, у нас есть индукционная платформа, образовательная, но она онлайн, и типа не 5 миллиардов, типа и все, короче, ждут, что дальше будет, потому что непонятно, что там с деньгами. Блин, ну как бы на самом деле я могу сказать, что самое смешное во всей этой истории это то, что, как вы знаете, Трамп же просто по сути как бы занимается зачастую водой рэкетом как бы и рейдерством, потому что все те люди, которые, в общем-то, отдербанили TikTok, Ларри Эллисон в лице Oracle, там типа и чуваки из Walmart, и почему, в общем-то, TikTok губят-то, потому что, блин, Facebook как бы на это всячески упирает, потому что во всех этих компаниях у руля стоят как бы топовые республиканцы, и прикол в том, что никто не знает. Это потому, что они там стоят, поэтому как бы им так везет, или их туда поставили как бы в это положение, и поэтому им так везет, как бы, то есть никто не понимает, где курица, а где яйцо, типа что первое, что второе, понимаете, потому что, например, Facebook тоже же как бы в какой-то момент чувак, который возглавляет весь Global Policy, как бы по сути отвечает за то, чтобы типа как координировать там политические всякие события, типа и вообще там модерирование политических событий во всем мире, это чувак, который ультра жесткий, адовиши республиканец, который там типа участвовал в подтасовках выборов там и прочее, ну то есть там прям адовиши чувак совершенно, и как бы никто не парится по этому поводу. Ну это вопрос лоббистов, которые действительно у корпораций есть очень сильные, но ты правильно сказал, что это такое рэкетское отжатие ТикТока произошло, потому что они увидели, что ты сделал суперпопулярный продукт, он действительно суперпопулярный на территории США, и они такие, блин, он не на территории США формально, это типа просто демонстрация всему миру, что если ты делаешь продукт, он становится суперпопулярным, то придут взрослые дяди, политика вмешает, скажет, либо вы сваливаете, либо мы вас, короче, запрещаем тут, и у тебя нет выбора никакого, на тебя давят сразу, то есть они договорились до того, что Oracle на самом деле не покупает как бы какую-то интеллектуальную соопису в плане кода, он сможет проваудировать, ему дадут разрешение проваудировать код, чтобы посмотреть, что они собирают, но Oracle просто будет букендом, то есть Oracle будет содержать базы данных, которые содержатся на территории США, по сути, как бы то, что никто не знал, что Oracle уже делает, потому что есть Amazon и Google Cloud, которые всегда весь интернет по этим услугам, и Selectile, у вас же это, спонсор есть, вот, то есть это три компании, которые всему интернету оказывают услугу по бэк-энду, и тут Oracle всплывает, который не спайми ни с чего, просто говорит, типа, окей, можете хочется у нас, типа, мы все разместим, то есть почему-то там Walmart, это все выглядит, правда, странно и не очень хорошо, и опять политика влияет, влезет в, как бы, нормальный интернет, и опять делает вот это вот разделение, сегментацию всего. Мне просто кажется, что вся эта история, она возникла исключительно из-за того, что Трампу надо было показать, что если что, я могу прогнуть китайцев, ну, то есть вот, блять, легко, просто возьму и любую их компанию Connected прижму. Какая сейчас самая большая компания? Что, TikTok? Давай ее прогнем, ну, здесь как-то так это произошло, то есть для чего это вообще, в принципе, было нужно, это не понимает, мне кажется, никто, а особенно этого не понимают те участники сделки, которым это все навязали, особенно, знаешь, в Oracle сидят такие, чуваки такие, мы тут виртуальные машины делаем, а мы тут джаву. А теперь делаете TikTok? Танцуйте, танцуйте, суки. И первый челлендж для вас обоссаться на пуме. Там есть прикольная новость, которая мимо многих прошла, это то, что летом Китай заблокировал около 30 тысяч приложений в сторах на своей территории, то есть и Apple все сразу же сделал, да, 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 и, конечно, и потом Индия блокирует какие-то приложения Китая, то есть это выглядит как реальная сегментация всего, потому что мне кажется, из всей этой истории я бы ожидал какой-то исход такой, что Apple реально находится по моему ощущениям на каких-то довольно шатких позициях территории Китая, потому что как бы, ну, китайцы теперь присматриваются, хм, американская компания, да, у вас бизнес, если говорите, в Китае, да, у нас тоже был бизнес в США. Будет обидно, если кто-то этот бизнес отожмет. Они могут. То есть, представляете, пока Денис говорил, короче, я услышал звук, успел обернуться, Боря заснул на диване, короче, и упал с него. Блин. И он такой, знаешь, лежит полусонный, короче, я смотрю на него, такой... Я умер! Я умер! Я упал! Представляете, понимаешь, как этот кот такой упал? Господи, ну что ж с тобой такое-то? Ну чего ты? Еще под великую жатву попал Вичат, которого помимо удаления сексторов ему еще грозит блокировка местным раскомнадзором на территории США Я так понимаю, что там какой-то судья забанил это решение Он наложил на него ветот мол, все, ничего не надо банить пока мы не разберемся Временно Так что пока что Вичатом все хорошо Я так понимаю Но вопрос в том, что мне кажется им надо было не на ТикТок обращать внимание а вот как раз на Вичат Это как в России блокировали Телеграм Да, безуспешно, но формально ты все процедуры соблел Формально ты и не спал Да, то есть как бы Вот то же самое с Вичатом А я и не сплю Вичат не пользуется Мне кажется на территории США Вичат нет смысла пользоваться Если ты китайец, почему? В метро не пройдешь Ну почему? А как ты будешь разговаривать там типа с Рост такими, которые как раз в Китае оставься? Никак? Ну, наверное, получается Через что? Не через Фейсбук же, блядь, Мессенджер ты будешь это делать? Ну, кому? Тут раз мы про блокировки заговорили Мне кажется, очень важно сейчас про Фейсбук в Европу без Фейсбука и Инстаграма проговорить Потому что мне кажется это самая бомбическая и странная новость где Евросоюз, Европарламент говорит Фейсбуку, что так, окей, чуваки вы крупная компания у вас много данных европейцев нам это не нравится вы хостите их не у нас у вас три недели, чтобы это исправить иначе, сорян, у вас больше не будет никакого Фейсбука и Инстаграма на территории Евросоюза Вот это, мне кажется типа просто бомбическое новость Дождь, а это регулятор какой страны это сделали? Это Европарламент Всего Евросоюза? Ну, я читал на Reddit что это было типа страны Евросоюза что риск исчезнуть Фейсбук на территории всего Евросоюза и там на Reddit все буквально уже танцуют в тредах, говорят пожалуйста, пожалуйста не отказывайтесь от этого давайте все забаним этот Фейсбук черт он Притом, что там реально народ весь вообще сидит в Европе Фейсбуком очень сильно пользуются до сих пор Он вообще здесь все все в Фейсбуке вообще все они форумом его называют Да, да, у них есть Фейсбук-сообщество Ну, там на форуме я обсуждал нашего района Я думаю, какой форум А это типа Фейсбук А ты думал Фейсбук 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 Я заходил на Фейсбук там был такой идиотский интерфейс Там что-нибудь поменялось после этого Да, да, они выкатили редизайн Там вообще все по-другому Я прям сейчас смотрю и там прям прям совсем все по-другому Я года три назад сделал великую вещь Я нашел скрипт на гитхабе который отписывает тебя от всех друзей от всех сообществ от всего Я от всего отписался и такой Фейсбук классный стал То есть с того момента я подписался там на ряд коллег на ряд друзей и все И он прям отражает интересы моей жизни Ничего не влазит вообще А если что-то влазит я сразу же отписываюсь от этого То есть класс Ну то есть нет такого чтобы я заходил в Фейсбук потупить Я просто иногда открываю посмотреть чего там типа в мессенджере и все Очень рекомендую отписываться от всего Очень классно Я рекомендую не пользоваться Фейсбуком Вообще Вообще как бы я могу сказать что Фейсбуком мне приходится пользоваться по работе например и конечно это прям груз печаль боли и унижение прям реально печалька Просто представь огромный массив данных который там сейчас лежит его надо как-то перенести на территорию Евросоюза То есть я думаю что там уже знаешь танкер такой Петабайты Да-да-да Танкер наполни серверами только там не нефть а вот именно сервера знаешь куча-куча всего И оно сейчас вот с территории США поплыл в сторону Европы Через 3 месяца приедет я думаю Там же поставили срок сейчас 3 недели же по-моему И типа они сказали что за 3 недели нереально Да Они сказали вы рискуете оставить всех пользователей вообще без ватсапа без инстаграма и без фейсбука Интересно что Европарламент на это скажет потому что ну как бы я только за давайте Нет А Европарламент такой а минусы в чем? Объясните пожалуйста Я думаю Я думаю что если забанят это хороший год для Телеграма потому что он пока только-только продолжает набирать популярность и везде где будет исчезать ватсап будут появляться конкуренты и Телеграм с точки зрения продукта он конечно хорошо конкурентоспособный будет интересно посмотреть чем закончится эта эпопея я сейчас не очень верю что они что я думаю что Европарламент немножко назад сдаст и не забанят с другой стороны они тут вводили ГДПР и им как бы пофигу вообще то есть они типа сказали наши данные европейцев важны никаких рассылок никаких звонков со спамом ни смс ничего то есть у них есть как бы яйца в этом плане Ну смотрите вообще конечно посмотрим во что все это выльется потому что я думаю что в Европе конечно постараются ну хотя бы хоть чуть-чуть какой-то сохранять там здравый смысл или хотя бы там типа видимость здравого смысла как бы потому что ну иначе типа зачем это все вообще короче новость странная посмотрим типа что там как дела будут еще и в США у ТикТока 40-ом и прочее но я напоминаю вам довольно классную штуку по поводу того что мы кстати об этом тоже так вскользь только говорили о том что в общем-то Трамп начинает же обращаться на все же компании которые китайские вообще типа есть на рынке да и вот тут интересный момент когда знаете типа Тим Суини такой ходит весь такой невероятно невероятно широкий Тим Суини ходит просто там пинает двери в Apple как бы да и тут приходит Трамп и просовывает руку так вот к Тиму Суини и говорит братан я слышал у тебя 40% твоей компании принадлежит Tencent а я думал а я думал сейчас будет шутка про grab them by the pussy вот эту вся историю примерно так и есть потому что Трамп решил внезапно обратить внимание не просто на китайские приложения или там типа приложения у которых китайские корни но на игровые компании у которых внезапно есть китайские корни а таких компаний теперь много потому что огромное количество игровых компаний поскольку даже может быть это не мажорная доля да на какая-нибудь минимальная доля но все равно вкладывался я честно сказать не знаю по-моему ни одну крупную игровую студию в которой бы сколько-нибудь процентов да и Tencent не имел бы ну то есть их очень мало таких независимых кто там в списке ну помимо очевидного Epic Games у которого Tencent целиком практически принадлежит это сложно мне кажется этот список составить потому что нету типа даже в Reddit есть какие-то китайские деньги ну типа они же до торговой войны нормально типа рыночек нормально решал свои вопросы сам эти как бы китайские деньги они в очень-очень очень многих сферах бизнеса и в очень многих компаниях то есть мне кажется этот список как бы если его кто-то реально обнародит то будет довольно скучно читать он должен быть очень огромным не ну там история именно именно в том что само министерства финансов у них есть такое подразделение которое смотрит за иностранными инвестициями ну то есть оно проверяет конкретно чтобы иностранцы не имели большую долю у нас собственно в России та же самая хуйня есть у нас когда типа знаешь призван иностранным агентом все блять сразу нахуй понимаешь сука ты иностранный шпион тут сидишь вот примерно то же самое сейчас происходит в США с вот этой китайфобией я бы так ее назвал мне интересно чего от этого будет игровым студиям ну то есть смотри понятно что от инвестиций никто из них отказываться не будет ну потому что игры стоит дорого делать понятно что они не смогут очень быстро там прервать какую-то связь с Tencent или там остальными китайскими конторами которые им дают на это деньги но их конкретно в этих письмах их просят довольно простой вещь сообщите нам что вы делаете с данными пользователей своих не отправляете ли вы их в Китай а если отправляете то перестаньте это делать у меня возникает вопрос а то есть до этого все отправленные данные это типа хуйня собачки так что ли происходит ну то есть типа а то что до этого было мы отправим это ерунда подумаешь отправили и отправили как бы ничего такого это так что-то происходит я просто не понимаю логики этого поведения для чего это нужно давно вообще правители наших разных стран начали разбираться в том как работает технология интернет им же у них одна есть как бы риторика типа мы должны защитить во имя нашего славного мы наш славный лидер говорит что нам нужно запретить и значит утечка данных недопустима и национальная безопасность важнее всего вы сами страну подставьте которую хотите подходит почти любая и конечно им ну типа ты им говоришь типа вообще-то у нас там типа таргетинг вообще-то мы собираем данные чтобы эффективнее делать рекламу они слышат только утекают данные персонализированные любой может узнать что что едят республиканцы из разных видов пищи катастрофа это же просто катастрофа невероятная история но на самом деле знаете вот когда мы обсуждаем чисто политические истории мне всегда кажется что мы не видим общей картины ну то есть наверняка есть какая-то такая типа большая мысль за за всеми этими глупостями которые происходят то есть условно мы будем мучить там китайские компании для того чтобы в следующей там типа торговой войне с китаем мы могли и на них немножко давить ну то есть это как так наверное работает то что я не знаю для чего это может в здравом и людям понадобится это тоже самое когда знаешь обсуждать какую-нибудь историю типа давайте заблокируем там за телеграм к примеру да почему а потому что там есть порнуха с детьми может быть есть это огромный огромный мессенджер да то есть может быть действительно есть но мы заблокируем потому что мы будем заботиться о детях вот здесь та же самая история то есть ты под какие-то надуманные вещи ты делаешь то что тебе в своем глобальном плане работает то есть и так работа мне кажется так нету мыслей этих да ну ладно ты начнешь если честно думаю о том что конечно мы еще только увидим результаты всех этих действий которую как бы мол ну сможем увидеть реально не скоро скорее всего это произойдет там типа только в каком-то обозримом будущем но то как знаешь сегментируется интернет и насколько он там превращается в набор песочниц есть честно меня это немножко пугает всех пугает особенно со стороны что происходит я думаю что это просто ну типа политики в очередной раз вот к интернет был классный в своем тем что он был типа единый большой классный мы все заходили куда хотели нам всем было весело и так типа было здорово а потом заметила государство что существует интернет и такая типа опа на чё это тут происходит и так произошло в каждой стране и поэтому у нас будут типа вот этот вот фаервол великий китайский как прототип всех будущих стран мне больше всего в этом плане нравится изначально мотивация всей этой истории которая завязана на то что типа огромное количество знаешь там типа совершенно не государственных компаний совершенно не государственных институтов не государственных еще людей выдумывает придумывает строит строит делает делает создает создается этого то приходит государство говорит братаны ну я ща буду все нахуй регулировать а вот и такой тип он как бы вообще вы этой истории которые в россии собрались регулировать нас министерство развития хочет запретить современные протоколы шифрования бурнете пишет на медуза господи причем самое смешное что если почитать эту статью по поводу того чего министерство цифрового развития решила заблокировать то там dns over https и dns over tls то есть та хуйня которая сейчас работает мне кажется блять в каждом втором сервисе то есть вот например когда ты в cloudflare нашим сиден провайдере берешь и запускаешь эту историю там есть кнопочка включить конкретно эту историю для чего для того чтобы твой сайт не видосили всякие там боты и прочее чтобы он тебя не не ложился под нагрузкой и на cloudflare работает огромнейшее количество сайтов о которых вы даже не слышали никогда ну то есть это просто такая прокладка между глобальным интернетом и твоим сайтом то есть ты сидишь на маленьком курсинге а тебе надо чтобы вот наш сайт твой работал и все остальные и например есть в браузерах по-моему фарфоксе уже появилась история того что эта история там включается принудительно то есть твой браузер как бы посылает запрос сайту что типа отдавать ему хостнейм только вот через через шифрование и прочее то есть если у него привод у меня возникнет сразу два вопроса во первых что будут делать провайдеры потому что заблокировать это не получится блять ну то есть это значит не существует такого оборудования которое может тебе разрешить иногда блокировать а иногда не блокировать то есть то есть по сути те сайты просто не будут работать в россии мне кажется что люди которые это внесли они должны работать вместе в минцифре вообще потому что они понимают как это работа работа в интернет во первых во первых мин буквы нету я уже гуглил мин буквы не существует как организации во вторых я абсолютно согласен минцифры просто говорит бред потому что ну типа их мечта вот это вот влажная а вот бы весь интернет интернет был хтттп и все без с на конце и типа никакого шифрования все было бы открыто это конечно круто они могут принимать какие законы угодно но первый же банк первый же я не знаю кто угодно первое что произойдет это я возьму любой телефон и пойду типа просто московское метро взламывать трафик соседних людей которые едут со мной ну аж нет шифрование тирчо теперь фигня вообще сиди прикидывайся роутер что угодно можно начать делать и это типа ну довольно бредовая вообще как и затея как и мысль я думаю что он даже никуда дальше не пойдет что они то сказали а потом оказалось что типа пук сиренька специалистам то мы не спросили оказывается есть у нас люди которые знают интернет работает понимаешь в чем проблема у уже у нас уже есть один закон которого тоже никого не спросили но его зачем-то ввели и его не соблюдает никто а я говорю про этот про пакет цифра пакет цифровой пакет закона фигурой конечно он же тоже не соблюдается но как бы формально его соблюдают все а на самом деле не соблюдает никто ну то есть сказать бы вот все до свидания мне кажется что эта хуйня нужна на всякий случай если вдруг внезапно тебе надо будет заблокировать кого-то неугодного тебе которого заблокировать нельзя даже не новичком это делают господи да ничего мы когда рассказывали про подкаст с осколком там тоже типа все такие типа новичок что ли будет там типа производитель типа мама я в новичке но вообще я просто к тому что вы же понимаете да денис правильный говорит что просто забыли спросить кого надо а вообще там типа людей это адекватных вполне себе много как бы потому что они всегда приходят типа к экспертному совету условно мейла яндекса ну как это могут произойти а мейлу яндексу не ну не нужно чтобы их условно яндекс касса там теперь уже сберкасса вот я у касса точнее короче и вот это все чтобы оно работало там без хдтпс а потому что до меня до меня только сейчас дошло что раз юма яндекс деньги вращаются в юмани то яндекс касса будет типу ю кассы а могла быть сберкассы классно это такой-то знаешь какой-то из семидесятых так пахнула чем ты перевел мне деньги через сберкассу номер накладной 83 до перевел мои 30 рублей 93 года превратились в пять копеек короче я очень надеюсь что эти замечательные законопроекты просто сдохнут нахуй и те люди которые их пытались внести они больше не будут работать в минцифре и пусть они вводят какие-нибудь другие законы в каком другом месте было бы классно вот слышите пацаны но давайте у нас один замечательный еще есть рекламный блок который посвящен в общем-то напомним вам нашему постоянному рекурсивному просто спонсору который вы можете на видео версии подкаст наблюдать вообще все время вот в аудиоверсии тоже почти все время это сервис онлайн обучения профессии будущего гид брейнс мы вам напоминаем что это очень крутая история если вы вдруг хотите а вообще типа начать свой путь войти б если вы в общем-то решили там чуть-чуть переучиться с какой-то другой профессии и вы если вы конечно типа думаете о том что ну вот и там какой-то прикольный такой project но вообще-то хотел бы фронтом стать если хочешь стать таким же классным как денис то в принципе у гиг брейнса тоже есть обучая обучающий курс того как стать таким как денис он называется дата инжиниринг дожди ка не дата сайенс лучше нет дата инжиниринг потому что это как раз денис есть знаете что там изучают вот просто вот ради интереса я деда дениса для 88 году родился сбор данных вы освоите необходимую для специалистов по работам с базами данных базу то есть научитесь использовать язык запросов из киеве создавать оптимизировать сложный запрос освоите питон вспомнил научитесь работать треснул соуб сервисами форматами xml и джейсон и так далее построение хранилища на основе гитарев денис ты все это делаешь или нет да на самом деле не до самом деле и несколько классный на самом деле правда я могу пользоваться из кэл немного могу редактировать питон скрипты знаешь что такое джейсон и я вообще типа просто айтишник тебя спрашивают кстати а фокусом страна нас там обучают и не такими и многими другими потому что на самом деле если посмотреть можно выбрать курс на на любой цвет и вкус что называется хотите не хотите быть денисом хотите он допустим на android разработчика идите учиться будете делать для мобильных телефонов приложение сделайте нам приложение завтра каста нам она очень нужна я я наверное думаю что нам нужно тимур со мной сейчас не согласится вы сделаете мы по типу и дима мотивация так этим на приложение же круто пусть на котлене мне сделают приложение я не знаю что такой котлен в контексте разработка наверно чувак ты чё котлен это же самый модный язык для вы пропустили тут уже все пишут на другой на другой штуке который покой на какой на реакте что ли мне не режут флат флаттер не на моей пока не ты же не турок короче есть такая тема флаттер это уже новый электрон сегодня краснотирую что они windows поддерживают очень классная штука там на дар пипом дарт называется что дар чудар до язык язык программирования дарт и в общем это та тема которая прям под все сразу билуется короче переходите по ссылочке если вам хочется чего-нибудь научиться вы чему-нибудь научитесь и станете таким классным как денис у них классные курсы до длительные короче на год вас много чему научат и вы будете учиться они все время педалируют тему с тем что у них реально обучение не такой типа найти пошел тренажер чеки сделал вебинар чеки посмотрел не у них прям в группы объединяет вы прям делаете групповые проекты все вместе разбираете что там какие ошибки какие best practices как правильно что делать вот это все ну и как дима сказал как тимур вам сложно будет стать да это правда делать и мальчиком стать сложно ты много аниме очень много аниме я очень нервный и обидчивый очень и очень очень тяжело так жить ребят очень тяжело нет я это я звоню на эти магазины и вот как четко говорится было написано у вас на сайте 3600 а там 5600 я только сейчас понял что тимур это карен американская позовите менеджера блять ты надо ты впишешь поясни за дислайк начнем с того что пишут мне а я как раз нет я такой типа сижу и каждый раз угораю что кому-то реально не пофигу типа что тебя кто-то дизлайк ну хотя вспоминаю что на ютубе есть люди которые пишут комментарии о том что типа о боже мой никогда ни один мой комментарий не набирал больше чем 10 лайков если мой комментарий берет 11 лайков я просто выпью целый стакан воды и ты такой господи реально люди там типа прутся от того что ну типа им там 11 лайков поставили на ютубе ну то есть кому то это важно хотя вспоминаю свои посты на жж в 2006 году и чё там было и там был пиздец там просто натурального пиздец я просто по небе я такой типа читаю и думаю ебать просто какие вещи то меня интересовали 14 лет назад кого и самое главное как и свои мысли формулировал как я их говорил и тут ты понимаешь ну то есть типа твой уровень интеллектуального развития ты такой по что я действительно взрослел у меня был life интернет и я как-то тоже пару лет назад его пересматривал и короче вот ты говоришь про уровень интеллектуального развития что это вот такая кривая я формулировал мысли одна маленькая буква 1 капсом 1 маленькая 1 капсом что это модно тогда было это большой путь это большой я понимаю твои чувства у меня было такое на сайте школа который сделал в 2003 году я также писал дорогой тысяч двухтысячном даже надо и руру о поле травы а на кроватке не был у кроватки я тоже был под ником капитошка но учитывая что эта кроватка то как это типа это типа к кому-ка мы . или это капитошка ты же в рейнбл секс тоже играешь тут это не поменяешь такой капитошка я-то помню что такой капитошка персонаж просто я почему-то говорю что это маленькая такая белый из густочек такой жидкости . это гандон тимур капитошкой был у нас шарики которые мы заливали водой и сбрасывали типа с окна но мы не использовали гандоны мы шарики обычно используем мультик был капитошка про этого такого типа такого него лгбт маль мальчика такого который был весь радужный смотри на бери еще капитошка он же был реально такой типа небольшой такой сгусточек одноцветный капитошка наконец-то я тебя нашел блин будет ебало бить прямо через 10 рублей денис раз ты вместо макс расскажи что нового у фотиков может быть новые мегапиксели вышли или сняли слили фото не анонсированные вспышки это намек на то что максимка слишком много говорит про фотографию простите я мало вещей в которых я что-то понимаю он тупой да давайте поменьше это тигр это тигр а это мужик обнимает тигра я достаточно доступен занес на 300 рублей вот сейчас какие-то северные варвары будут тут вот рассуждать об актуальных социальных сетях продолжайте писать на стене в пещере и в твиттеры спасибо тебе фейсбук не могу придумать смешной нигде на 100 рублей газ посоветование каком сервисе лучше завести английский блог в идеале системы продвижения за счет рекомендаций ну или просто хорошо на медиуме братан медиуме братан только один кидасан за 200 рублей мужики не бросайте нас на так долго без вас грум снимка вообще предзаказы на плойку уже все сделали ну только я как выяснилось буду слушать записи на работе вот в записи кстати нету донатов если что братан так что игорь аксёнова 100 рублей пацаны как вы отбираете те кто будет участвовать ваших подкастах мама я в стартапе просто мы тоже месяц назад стали резидентом ты можешь написать нужно email и попросить чем вы занимаетесь конкретно да хотя бы на завтра к gmail.com напишите про то напишите что за стартап чем вы занимаетесь там какую-то краткую историю и мы просмотрим потому что мы реально сейчас смотрим целую пачку гостей на типа там 10 выпусков вперед поэтому как бы ну там у нас уже есть некоторые компании с которым мы просто разбираемся в какой именно выпуск они пойдут но как бы есть слоты которые мы еще типа смотрим так что если вы резидент сколково вам естественно предпочтение но если вы не резидент сколково типа ну там типа реально у вас крутая компания про инновации что вы делаете в россии что-то действительно необычное что действительно новое что-то крутое что-то ну настолько типа прям вот прогрессивная как бы то мы тоже всегда рассмотрим и поговорим с вами вот и вполне возможно вот у нас еще одна крутая новость я все время дайте его громкий динк я не знаю что с этим делать вот я не знаю что с этим делать чуть тише говори прям что в контексте тебе это звучит странно вот смотри вот смотри прикол в том что у меня явно скачет громкость потому что мне сказать у тебя теперь очень тихо слушать ну да у тебя скачет моряще вот смотри я сделал себя тише берутся прямо сейчас делся тише слишком а я сделал себя на на тогда что чуть-чуть типа на пол на пол рисочки сделался тише выкинь свой микрофон купил говно не у меня хороший микрофон просто явно системы что-то верни все обратно дюйчок явно что-то системы потому что это она как бы вниз к и вот я чуть погромче у тебя просто не windows поэтому у тебя глючит если у тебя был компьютер с рм процессором таких бы проблем не было знаешь ли спасибо дима сердечко зарабатывать у дениса если что есть все еще раз писать буду на айпаде писаться следующий раз знаете кто будет в следующий раз писаться с айпэда в своей новой компании знаете кто да вот и дальше какой хотел зайти с другой я когда видел я когда увидел эту новость как бы на самом деле я такой посмотрел на фотографию я внезапно вспомнил что в общем то я брал интервью у марка морхайма вот и я когда пришел работать в лентру байкон а не марк майк майк да и пока я когда бы пришел в лентру работать одним из моих первых типа серьезных заданий было это взять интервью blizzard так и чего я брал у них интервью типа это был год две тысячи типа десятый что поводу чего а по поводу всего включая например типа вот вы сейчас только что в строку starcraft выпустили анонсировали сразу 3 dlc как бы да вот они в ближайшее время вроде как два отдела сити по еще типа про процесс прозерков они должны скоро выйти до виду а то мы прям у дем они сейчас конечно же выйдут про ближайшее время напомню они вышли помощи спустя 5 лет и еще спустя там три года что такое они долго выходили да это правда они долго выходи мы поговорим про диабло про то про все короче там про культовый статус про варкрафт как бы про все 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 вот это было довольно прикольный экспириенс потому что я мало брал интервью на английском языке до этого вот хотя много общался уже я работал я рассказывал в booking менеджером в клубе и я возил артистов и постоянно общался на английском и поэтому как бы был было более-менее нормально но сидишь такой разговариваешь с чуваками типа они с тобой так вальяжно пиздят там типа это же те самые чуваки которые сделали там старкрафт как бы там блин дьявол варкрафт это такой ебаный в рот как бы ну типа ладно короче в общем суть новости господин господин мархайм недавно как вы помните ушел из компании blizzard и в общем то как бы ну многие погоревали подумали что типа ну все dog blizzard типа пошел ко дну теперь будут игры делать не раз в десять лет а в раз в четыре года всякие дрочили не будут делать вот и тут в общем то господин мархайм такой знаете типа сказал stop right there criminal scam и организовал свою собственную компанию причем не просто типа там студию найти индюшатину а целую типа компанию который объединяет себе целых две студии ну он по сути основал основал издателю издатель под названием dream heaven так будет называться да это типа хэйвен это типа спокойно просто как это гавань как это гавань гавань как это спокойная гавань типа приплату при при не пристани как называется как бы место где типа ты можешь вот притулиться типа и найти гавань называют найти вокруг любимого поход другая понял раздался голоса ладно короче грудь любимого грудь любимого во сне вот кара но суть в том что типа там же на самом деле целых две студии уже есть и обе студии состоят в первую очередь ну-ка вы были основаны ветеранами близрада как раз таки мне нравится их название это moonshot и secret door да я знаю что кому-то ты знаешь moonshot это moonshot это проект который делается на шару типа взлетит не взлетит то есть moonshot типа вот как бы ты ну по сути венчур чистый воды это как и лыж для я просто объясню для наших российских слушателей что это как организовать ооо шарашкина контора примерно такого рода название но это типа начать ты делаешь компашку которого взлетит не взлетит похуй типа взлетит заебись не взлетит похуй понимаешь как бы ну вот она нормальная секрет door секретная дверь короче moonshot ну тебе в секретную дверь иди иди на грудь к любимому да в тримах в трим гавани в трим гавани вот но на самом деле это крутая новость потому что есть возможность что через десять лет мы увидим первую игру вот и возможно это будет ты думаешь что они так долго будут делать эту историю нет они же блять не мог себе позволить этого это же это не в blizzard могли сидеть и пять лет ебать вала потому что у них было кучу денег и девать было некуда и по когда они наконец-то из одного здания переехали в другое потому что в том уже не было где хранить деньги они начали таки но в этом здании что-то пустовато не пора ли нам заработать немножко денег давайте нанесируем diablo 4 такие окей да вот примерно так это работало а они ж не щебрады то есть у них сейчас денег нет они вот новая компания которая только началась они не будут делать десять лет допустят я думаю годика через два чем может даже через полтора мне кажется что нет они сейчас будут теперь такие наши завтраками всех кормить потом выяснится что их культура работая я помню в свое время как смотрел видосик а типа как сидят и делают diablo 3 давно еще типа или таки приходит типа на какую-то дальше такой в комнату в белую комнату с белыми досками где маркерами рисуют всякие смешные картинки и ржут там типа угорают что-то там прикалываются это все таки ну пойдем да пойдем короче и там наш ну естественно порядке что-то нарезка типа но выглядела нарезка так типа что они пришли попизделить и нихуя не сделали охуенная корпоративная культуру пацанов работать ты привязать но к другой стороны смотри blizzard классные были эти чуваки которые это не просто какие-то там летал лохи из blizzard знаешь там типа я себе там шваброй дверь подпирал там типа а я не знаю там окна мыл да нет это бывший во первых президент blizzard марк мархи бывшие два первых исполнитель продюсера джейшн чейс он как раз в этом муншоте и создали геймдиректор строк крафта второго и heroes of the storm дастин браудер то есть это это люди которые как бы ну делали хорошие вещи ну то есть как бы не не какие-то помнишь вы вышла diablo 3 и и все с говном смешали и в итоге переделывал diablo 3 чтобы она стала нормальный чувак которого пригласили делать консольную версию хорошо хорошо следующий а помнишь следующий а помнишь пошло ты нахер а помнишь project titan который превратился в ты не любишь компанию blizzard вот поэтому мы смотрим на чего я вовер watch очень много наиграл на сын не может любить компанию blizzard потому что у нем димка там так горит так горит вниз вы не играли вы не поймете такой димка димка что такое hard stone это по сути clash of clans ты такой приходишь тебе бросает пацану который 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 на донатил короче себе на колоду у него охуенная колода он достаёт свою колоду и тебя прям ебёт а ты такой сидишь пукс рейнг типа я вот тут бесплатно нахуярил все колоду очень сильную а у тебя сильнее ну ладно да я был тем кто приходил я был тем даже кто донатит понимаешь я блять все купил приешь ты все равно сосешь и сосешь никакого что ты просто нет нет это исключено не продолжать еще новость хуй снизма ты думаешь об этом вопросе под денис ты ебешь или тебя и я напоминаю вам что ебёт только фил спенсер здесь в этом подкасте сегодня туры дуду дуду и давайте пекарские замашки пониже планочку пустите потому что xbox и поднял невероятно высоко поняли пацаны сделайте кто-нибудь невероятно широкий завтрак от можно распределить каждое окошко типа на длинные на 16 на 9 и сделать типа три подруг подбудем вот что-то с человеком сделать человек только что 380 евро потратила за тебя в чате да на xbox это пранк был он шутил все это время ты кешь ничего не заказывал откуда у меня деньги они еще поднялись братан у меня все вопросы откуда ты взял предзаказ xbox вихать их же все раскупили еще вчера но не в европе но в евро дико микро мы же можем про вы хотите сказать что на второй день остались предзаказы xbox а я тебе уверяю что в россии еще посвящен 5 купить можно бля давай купим чем больше мне нравится эта идея прям иксбоксе сс бля на новый год подарю точно бля если если останется пошел он просто прям наш прям в казанском ритейле знаешь доставкой на одном и подарок и диск в подарок и диск в подарок и там и там диск с все все всевс короче к другим новостям игровым во первых вкуснем с близок да это все замечательно у нас произошла гораздо более интересная новость знаешь такого мишеля анселя этот ебанутый который сделал игру про неандертальцев в момент анонса которые все сказали что ты чё ебанутый а он взял и выпустил чё за игра про неандертальцев много-ного я братан я забыл как она называется но реальная игра про неандертальцев не мишель анселя тот мужик который делал бьянт гуден ивил помнишь бьянт гуден ивилл она когда-нибудь да выйдет наверное но без мишель анселя поскольку он своем инстаграме сказал что я ухожу из игровой индустрии и как бы 30 лет я в ней поработал пока пока пацаны давайте до следующего раза через увидимся никогда потому что ну и видимо ему надоел возникает вопрос а что у юбисофта происходит с бьянт гуден ивилл 2 не просто интересно кстати игра про которую еще он делал назывался вайлд ну вайлд хуй с ним на нее насрать а вот что сбит гуден ивилла мне интересует серьезно потому что поскольку много у меня появилось то что они показывают он же был главным по этой игре ну то есть я дизайнеры пока пока мы не пока не вышли далеко я должен был сказать что я объебался реально по 3d селедио ансестер слегащики господи ле француз ле делал видеоигры короче я объебался простите меня пожалуйста короче смысл в том что мишель ансель довольно крутой чувак он такой знаете очень позитивный такой такой типа клёвый такой прям позитивный когда делать реймона знаете вот это всю историю это на самом деле прямо будут на у него реально классные были игры они были прям свои очень атмосферные очень клёвый но ну как бы человек реально заебался и явно как бы видно что человек вот эти есть такие моменты когда ты разочаровываешься своем деле где такой просто не хочу ебучий видеоигры делать гуляя чувству меня на 200 в выпуске будет примерно тоже завтра и все мы уходим в мама я в стартапе короче 200 выпуска сделал мне кажется нормально 200 выпуска мы все 200 последний закрываем и штаны наконец-то займусь любимым делом и типа знаешь это маленькие фигурки из дерева я перееду уже денисский когда наконец-то а гибраки разрешили уже больше большого ну или по любви днис это в конституции прописать все равно один хуй у нас в конституцию каждый каждый год можно переписывать давай прям пропишем чтобы было нормально написано нельзя гей-браки но только если по любви то можно по пара репозиторий просто гитхабе создать и каждый комитет может что хочет смерживаем раз в год и все равно это нелепая бумажка которая никому нахуй не нужна в россии ну как бы камон короче по три здесь блять по три здесь или тимур что это мразь то как его мишель ансель и в геймо еще говно прощаемся с ними я помню что еще несколько разработчиков за последнее время помните какую я забыл кто-то разработчиков сказал что его все это заебало и он ушел делать блять пирожки какие-то там типа в бейкере я забыл кто какой-то разработчик делал какие-то игры типа и вот он прям такой взял распрощатского все в нем все пухо и короче буду вот бейкере заниматься у меня есть друг который очень долго время работал финансовым директором туристического агентства потом работал директором туристического агентства и буквально два года назад он все бросил и открыл свою мини пекарню и он делает час знаешь там всякие тарты там не знаю там капкейки и того почему такого рода вещи зачем как у человека могут заебать туристический бизнес как заебать тупые туристы баллы это все что он пошел делать торты я могу отлично понять что тимур у нас бомбанят когда-нибудь просто пойдет не за велосипеды я как бы прям вот чувствую что может быть в какой-то момент я все-таки пойду и просто сниму нахуй отсюда вообще где где можно шифровать где больше пользоваться хттпс короче я вспомнил это чувак который сделал компанию playfish вот я забыл короче эта игра там куча всяких маленьких было игрушек у них короче а это не компания которая делала мобильные игры да в основном playfish нет возможно короче я не буду говорить я помню что какой-то разраб короче въебал свою карьеру и ушел типа печь пироги короче в общем я как вспомню потом вам скажу вот но так или иначе мишель анселя жалко майк морхома как раз таки наоборот не жалко как бы крут что типа он держал него кулачки и вдруг он что нехоро да посмотрим вдруг они каком стратежку сделают или какой-нибудь рогалик или еще чем такое очень нормальное короче сделать блин было бы прикольно я бы прям буду ждать denis у нас к тебе вопрос ты у нас тут купил деньги точнее когда ты банюши скажи пожалуйста шутите так что не обжигают понимаете поработайте над своей токсичности скажи пожалуйста говорят что ты вложился в артемий лебедева занес ему денег да это как это тебя лохом не лохом делать то есть если если вам кажется что ну возможно мы слышали что студия артемия лебедева выпустила этот нейронку безумную нейронку который генерирует разную фигню николай иронов ну и короче за 10 тысяч рублей не дают вам возможность генерировать свой логотип точнее 999 версии логотипа под пять проектов максимально и ты сидишь как дурачок просто нажимаешь кнопку try again try again try again там дима если помотаешь там вот мой любимый любимый момент то есть ты хочешь сказать что ты вложил в артемия лебедева 9 тысяч рублей ну да были гу я один раз skype с камерой 15 тысяч отправил я реально уже дважды в жизни делал глупые поступки с деньгами первое это отправил коллеги 15 тысяч когда она попросила в skype и не сказала типа я не уточнил у нее не позвонил не спросил типа правда ли это ты рекомендую так делать еще одна умного человека который также объебался и это было также смешно и второй объеб это справит 9900 значит студия артемий лебедев объясни мне откуда во первых у тебя лишние 10 тысяч рублей они но не то что лишний я спросил в хотите ли вы чтобы я поигрался снова это безумно неренки неренки и сгенерировал ответил не было полагать ему к сожалению большинство ответила да и этот это голосование место вот 10 тысяч вот и ты сидишь реально я прошел где-то 600 логотипов сгенерировал вот диме сути открыто там открыто я вот как раз на стрим показал объясни мне там где его не с членами вот членами покажи пожалуйста 3 3 моя любимая вот это вот денисами почему после того как ты посмотрел все эти логотипы ты по какой-то причине решил один из них все-таки выбрать и сделать своим потому что они все равно так и звонил в студию лебедево спрашивал можно ли теген ну я крифант можно пожалуй обещал людям попробовать поставить логотип я выбрал 9 из 600 почти логотипов которые мне показались интересными они проголосовали и теперь у меня на 600 логотипов я потратил все два три на все это и в этот момент денис перестал быть смешным знаете почему потому что это вы знаете этот момент когда ты видишь какого-то смешного клоуна да ну то есть вот типа дениса и ты обращаешь внимание что что у него какой-то такой нездоровый блеск глаза как ты понимаешь что он не смешно он просто безумен вот серьезно у которого сзади стоит фоточка с тигром и каким-то блондинистым мужиком из какого-то там непонятного документального сериала который никто не смотрел ну вот и он потратил 9000 рублей на хуй помни какие логотипы от хуй помни чего ну то есть ты смотришь и понимаешь что просто не знаешь сколько у зениса стоит в канале реклама вишенка у него много подожди вишенка на этом говнопироге это то что я правда поставил логотип который сгенерировала нейрон канала к на канал там это это но я всем говорю что это ладонь но это член на самом деле судя по всему с отрезанной роли это тело членом отрезанная голова я не знаю вести посмотришь вот на конверте в этом посте это вот тоже волос а как ты думаешь вот на чем ее лебедев эту нейронку я думаю что там вообще нету нейронки ну то есть я думаю что максимум там где нейронка есть есть теория что есть два пункта ну вот это типа техническая задача да то есть как бы ты ее решил первое у тебя есть они дают написать бриф дает написать в свободной форме в двух вариантах на русском на английском там интерфейс разный а ты написал да 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 ты думаешь на русском было бы лучше ты пробовал на русском нет я не пробовал но чуваки уже пошли я видел разные статьи все хочешь попробовать если я тебе дам и не один я те же предлагаю я короче логотипы за 15 тысяч и ты получишь 900 логотипов работы со мной это очень выгодная выгодная сделка короче и там мне кажется вообще не если что для чего можно применить нейронку с натягом это парсить бриф разбивать на на токе токе ну типа ты водишь текст и нейронка понимает какие сущности там перечислены и пытается если что-то писал когда она тебе члена начала рисовать я не писал член я писал я думаю ну слушай не там люди получали форму члена когда писали типа просто human being типа форма с членом одна из самых популярных вообще которые там есть никто не знает пока почему но явно что-то меня вопрос другой в дело в том что на каких же логотипах обучал он потенциально свою нейронку если это действительно так потому что получается что логотипа были за но нужен даже это было так то типа ну логотипы были говно потому что я тебе могу сказать что есть ты смотришь просто элементарно минималистик logos 2020 блядь увидишь ты вот это говно выбрал в качестве логотипа они приглашли я выбрал это пользователи подписчики канала проголосовали я не могу пойти против это это похоже действительно на руку это не похоже на мужика с членом серьезными человек 10 написала когда ее поставил типа чувак ты знаешь на самом деле они все проголосовали потому что похоже на чувака с членом ноги с головы не ну да 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 и потому что вот то что там вот у него на виси на твои есть в твоей статье где ты все это перечислил вот там есть чуваки которые реально похожи на чуваков с членами но здесь нейронка угадала это правда я на тех логотипов здесь прямо под меня сработало вот где там уходит вниз логотип да 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 здесь все право мне больше все нравится тот вариант в котором просто какой-то набор хуй пойми чуфу просто какие-то палочки блять закорючки это просто охуенно вообще вы честно здесь ну ты себе я как я в эти индустрии работаю много лет если ко мне пришли и сказали что вот идея как бы мы сделали такой проект и я даже с опытом там с нейронками может быть можно решить какие-то задачи там довольно прим то есть одна из каких каких-то сегментов этого там ряда алгоритмов может быть нейронки просто типа чтобы в конце ты мог говорить да действительно у нас есть нейронка который решает вот типа такую задачу но то что там типа 23 обычных алгоритма которые просто рандомно генерят ли псевдо рандомно меняют какие-то свг фигурки просто что это все свг что типа они просто или там может быть цвета генерируются типа палитра цветов генерируются нероками что-то очень примитивное я думаю скорее всего это так но пройдет лет пять и не знаю может ничего-то из этого запилят очевидно я тебе могу сказать что ты берешь берешь просто огромное количество логотипов которые если условно на пинтересте там на всяких земфорестов канва и прочее прочее обучаешь на них делаешь типа что вот здесь будет текстовый блок вот это это типа будет текст и он должен выглядеть примерно вот так вот и делаешь некую там слова форму и типа делаешь что типа должны быть такие примерно фаным такие ты примерно там типа иконографика там может быть шрифт такой и ты вот такие типа задаешь вот эти все веса после обучения на вот этом просто 5 миллионах логотипов можно реально сделать нормальный логотип и который потом отдается дизайнеру который просто убирает артефакты и прочее и делать в чате что 2030 году лебедев сам превращается в нейронку которая перебывается автоматически в зависимости от политического контента да это правда ну короче пока что технически ты не можешь то есть нет такой нейронки тему как ты говоришь который ты скормил там кучу логотипов она начала тенгерировать логотипы такого нет она будет тенгерить бред будет нерить фигню потому что очень требовательна к тому чтобы контент был к хирент знаете это не знаю как будет ну в общем чтобы у тебя было какое-то наследование всего на чем ты обучаешь теперь если это лица людей то там очевидно есть боевых правило очень со очень просто это берешься по могу который является неким объектом формы просто некий объект формы нафоне типа там белого цвета условно но типа он соответственно является вот некой формы как бы ты говоришь что вот это типа крутые логотипы вот это крутые логотипы причем берешь и распределяешь что вот этой крутой логотипы для спорта, это для интернета. Причем распределяешь их по временам. Например, вот это крутые логотипы были в 80-х. Ты найдешь 10 тысяч крутых логотипов на каждую категорию, чтобы обучить неровно. Бля, чувак. Я тебе могу сказать, что сейчас ты можешь взять, найти базу логотипов Best Tipo Logos на конкретный год. В 2010 году десятки тысяч ты сможешь найти. В 2015 ты сможешь найти десятки тысяч, понимаешь? Ты сможешь их найти. Они все различались по стилистике, как они делаются и прочее. И потом берешь и просто говоришь, сделайте мне примерно в стилистике спортивные одежды, ну или там типа кофейни и 2015 год. И тебе сделают примерно плюс-минус. Потом ты отдаешь дизайнеру, и дизайнер просто допиливает. Ты так здорово как бы минуешь вот это. Ты просто типа тренируешься. Типа ты берешь, отдаешь около 4 миллионов рублей машин-лёрнинг инженерам за полгода, чтобы они тебе разработали систему типа генерации логотипов. А потом отдаешь дизайнеру, он убирает артефакты. Типа есть дешевле. Можно взять типа тридцаточку и просто разместить там дизайнеру. Отнести сразу. Можно, пожалуйста. Ну вот такой нравится. Хорошо, сделать алгоритм чистки, который типа будет знать, что вот это артефакты так не должно быть. Очень просто. Отдаешь 4 миллиона рублей университету, в котором учатся два доцента, которые готовы под твоей задачей написать тебе алгоритм. Они на все покупают эфир, и ты их больше никогда не видишь. Да, да, да. Слушайте, ну я могу сказать только по принципе, еще одну нейронку навернул, которая реально убирает не просто артефакты, а типа понимает, что у тебя навернутая еба с торчащими всякими палочками. Так не должно быть палочки, должно быть как можно меньше. Это же по сути делается, помнишь, как в фотошопе есть элементарный простой алгоритм, не нейронка, а просто алгоритм, который типа считает, какое у тебя количество условно углов, и какое у тебя количество, ну, что нужно сгладить, чтобы у тебя картинка была не угловатой. Я всегда так отвечаю. В IT все возможно. В IT вообще нет преград никаких. Вопрос того, сколько денег принесет заказчик. Вообще так все сделаем. Все будет на красоте. Типа пару лет, и вообще лучше ваши фантазии станут явью. А желательно предзаказывайте. Напоминаю эту картинку, типа обучение нейросетей, но ведь ты же просто... Ты чё, я, блядь, у меня машин-лёрнинг-инженер, да. Я тоже смешное видео видел, там кто-то типа, кто-то на улице крикнул, машин-лёрнинг это просто типа статистика, и там просто видео, как махач на улице просто люди дерутся. Да-да-да-да, это в Лондоне в каком-то баре подрались. Да-да-да-да. Короче, пацаны. Вот Денис всё время говорит про деньги, и то, что типа можно денег заработать, вот это всё, и вообще типа принесите деньги и так далее. А знаете, кто денег заработал? Вот сейчас будет просто ёба полная, прям полная разъёба, я бы даже так сказал. Как вы знаете, в iOS 13, прошлая версия iOS, появилась возможность менять иконки на вашем рабочем столе и, по сути, превращать их в ярлыки с помощью приложения Shortcuts, то есть ярлыки, ярлыки Siri. И вы могли, по сути, создать типа себе иконку, на которой нарисовали бы какого-нибудь там просто мистер говночиста, короче, да, и написать там типа Instagram. Вот. И типа у вас реально иконочка на рабочем столе, написано мистер говночист, ну точнее, написано Instagram, а нарисован мистер говночист. И эту функцию никто не использовал, всем было похуй. Ну типа она существовала, она типа существовала, но все такие типа... Не, ну я один раз использовал, я один раз использовал, я свою фотку поставил, ты нажимаешь, и там так тупо у тебя сначала открывается типа Shortcut запускается, потом уже запускается приложение, реально задерживается где-то на секунду-полторы. Да. И еще у тебя нету, соответственно, никаких Shortcut, когда ты по самому иконке нажимаешь, например, типа там резко-быстро какое-то движение, это всего ничего нету. И как бы, соответственно, например, никаких бейджей на ней, например, это есть там какое-то количество там сообщений, там вам пришло еще что-нибудь, тоже ничего этого нету. И сейчас на iOS 14 появилась возможность, соответственно, ставить на рабочие столы виджеты. И у нас совместилось два события, которые произошли вот как бы в одном месте. Я можно тебя просто перерыву, пока мы от Shortcut далеко не ушли. Я очень дико угорал с 13-й версии Shortcut. Просто случилась история, в Стамбуле, я решил перебрать все свои Shortcut. И типа три ночи я постепенно хожу, кликаю разные Shortcut, которыми... А у меня там есть разные прикольные, кто-то слова генерирует несуществующие, какие-то там типа Twitter-видео скачивает. И я смотрю какой-то один, там на нем просто эмоджи какашки и ничего не написано. Он такой, ну ладно, нажимаю его, ничего не происходит. Думаю, что за фигня. Нажимаю еще раз, ничего не происходит. Думаю, окей, зайду, посмотрю, что внутри. Короче, открываю. А там, значит, такой Shortcut довольно примитивный, значит. Там пишется, ай-месседж открывается, там, значит, выбирается из контактов моя бывшая жена и такое сообщение, значит, и отправляется. Типа бип-буп, я робот, хочу сообщить на английском, да, типа, что, типа, я только что покакал. Спасибо, типа, что твой муж только что покакал. Все. Я такой думаю, нет, только не это, пожалуйста. Только не три ночи. И я открываю реально ай-месседж, сообщение, думаю, ну окей, я не знаю, как это объяснить. Просто, типа, как я это объясню, что, типа, три ночи приходит... Представь, это на ее стороне, как выглядело, блядь. Ну, мне пришлось объяснить, что это роботы написали, что это не я, и что они... Я не знаю, откуда этот шорткат, я им никогда не пользовался. Это... Ну, типа, я не удивлен, что мы с ней расстались, конечно, я бы тоже ушел от такого человека, или я бы с ней расстался. Вы не знаете, как мы расстались, как друзья, но тем не менее, это безумно, это безумно и круто, конечно. Продолжай. Слушайте, я могу сказать, что по поводу шорткатов, я тоже использую ряд шорткатов таких, типа, костыльных, типа, тоже скачать видосы, музыку и прочее, типа, из интернета, прямо на телефон, как бы в обход всех этих сервисов, там и прочие всякие штуки. Вот. Тоже довольно удобно. Скинешь шорткатик, мне надо, отправлять постоянно какашку каждую неделю. Спасибо. Желательно потаймон. Максиму. Почему? Короче. Ну, ты с ним развился. Разве нет? Ладно, хорошо, молчу, молчу. Короче, вы развернули, мы ждем, где вы раз, вы раздались? Что? Три какашки. Короче, в общем, чем прикол? Ну, вот, как бы я говорю о том, что, типа, ну, то есть, в iOS 13 год назад еще появился возможности поделать, соответственно, иконочки, какие вы захотите, а потом, типа, соответственно, в iOS 14 появилась возможность делать, типа, виджеты. И тут до людей дошло внезапно, что вы можете превратить свой iPhone первый в Android, а второй в 7-бер. Вот. И, как бы, знаете, вот, типа, 2019 год, а мой Android можно кастомизировать и пользователи iOS такие, фу, ты че, вообще, какая кастомизация, только обдроченные ложки так делают, вообще, ты че, бедный, что ли, да, короче, 2020 год, типа, Android говорит, ну, все, кастомизация, в общем-то, не нужна, унифицированный интерфейс, очень хорошо, как бы, классно, типа, лончеры объединяются, чистые Android, это все, и пользователи iOS, я сделал себе обложку, как будто у меня Windows 95, у меня теперь вся система, как Windows 95, ха-ха-ха. И ты такой сидишь и просто реально смотришь на скрыны, где реально люди делают себе весь интерфейс главного меню айфона, по сути, как ебаный Windows 95, и ты такой, вы че, ебанулись там, что ли? И люди реально как бы, ну, типа, идут на это, причем, чтобы вы понимали, четкого рецепта, типа, скачать, типа, поставить Windows 95, и его нету, вы должны пойти и реально заебаться, заморочиться и сделать это вручную, поставить вулпейпера, виджеты поставить, поставить себе, блин, там, типа, эти все иконочки по одной, вы должны реально пойти и заебаться, короче, и люди идут это и делают. И ты сидишь и такой думаешь, ну, охуеть теперь, но есть реально довольно прикольно выглядящие штуки, ну, типа, там, реально, чуваки рисуют минималистичные иконки, такие, типа, прям, эстетика, прям, красивенькая. Ну, вот я сейчас показываю вот этот Trav, iOS 14, иконц, здесь уебищество заключается в том, что, типа, ты когда нажимаешь на иконку, у тебя не запускается ни приложение, у тебя запускается шорткат, который запускает приложение, по сути. А какая разница для пользователя? Большая. Две секунды или мгновенно, типа, Apple заморочился, чтобы у тебя, что они же отдельно в iOS 12, по-моему, говорили, мы переработали, как запускается приложение, они запускаются мгновенно, вот так. Ты, типа, плюешь на это все, и, типа, окей, две секунды, две секунды, типа, зато у меня иконка с правым глазом Гарри Поттера, обожаю это. Да, понимаешь, как бы, ну, и это полный, конечно, пиздец, но самое приколное в другом, типа, и в итоге чувак, типа, один, как раз Димка показывает его на стриме сейчас такие минималистичные черненькие иконочки, взял сам себе такие, запилил иконочки, короче, показал в Твиттере, все такие, ебаться в рот, аэстетика, братан, а можешь выложить? Ну и чувак такой, почти как я, короче, пошел такой, типа, думаю, да хули выкладывать, просто так. Давайте-ка я пойду-ка, быстренько, сляпаю сайтиц, выложу пак иконочек, короче, на сайтиц, а-ля Патреон, это гамрот называется, похожий, такой тоже, где, типа, можно контент продавать, любой контент, любой контент можно продавать, я не шучу сейчас, вот, и, короче, там, типа, натурально положил туда, положил там, типа, по цену, чуть ли не 20 баксов, короче. Вот я сейчас смотрю, 28 долларов стоит. 28 баксов за пак иконок, короче, лег спать, встал с утра, заработал на утро 6 тысяч долларов, 6 тысяч долларов на утро. Подожди, я потому что просто соглашаю. Через несколько часов он пишет, типа, коррекшн, 9 с половиной тысяч долларов уже, короче, там, по-моему, чувак уже заработал чуть ли не двадцатку, короче, в общей сложности, потому что, ну, типа, такой, он сказал, 2 часа работы. Два часа работы. Типа, пошел, вот хуяк, типа, все, готово. Димка, нам нужны иконки с авторокаста с бобулдой и колдуном писька грызом за 500 рублей. Короче, каждая иконка принесла, я на тот номер, когда он десятку заработал, около 125 долларов. Те дизайнеры, которые когда-либо рисовали иконки, они сейчас должны, типа, просто плеваться в этот монитор, начать, типа, во что они смотрят, говорят, типа, я ненавижу этот мир, этот мир сломан, пошел он нахуй, все, продолжайте. Я больше не буду рисовать иконки. Короче, примерно так. Дышишь, что такие иконки, это явно не 2 часа работы, как дизайнер вам говорил. Ну, а может быть, он их рисовал до этого, для такого-то другого. Да, он говорит, лендинг за 2 часа сделал, не сами иконки. Да, иконки он сам, конечно, сам для себя заморочился и сделал, я подозреваю, что он мог их делать, типа, реально заранее. Он мог их сделать и раньше тоже, в том числе. Это какой-то некий дизайн-лэнгвидж сделать, а потом взять и захуярить, типа, ну, экстраполировать свой дизайн-лэнгвидж, типа, на остальные иконки тоже, в том числе. Вот. И, кстати, еще интересная история, другая. Дело в том, что тут у нас еще, типа, что произошло в мире технологий, как говорится, о, ебануться. Вот. Дело в том, что на Западе тут у нас провели интересную полицейскую операцию, в которой люди заморочились тем, что, в общем-то, надо начать ловить людей, которые, типа, ну, там, наркотики продают. А, то есть, наконец-то, да, до этого никто ничего не ловил, и вдруг внезапно начали. Молодцы. Ну, ты знаешь, как бы, он все время же в различные способы придумывает, как бы, да, и кто-то вообще не палится, как бы, да, там, и не парится, как бы, его ловят быстро и легко. Кто-то... Кто-то болеет коронавирусом. Ты такой мелодичный кашель. Прошу прощения, у меня просто под вечер начали болеть горло последние пару дней, вот. Короче, реально, ну, типа, ищут способы, как ловить наркотарговцев. Угу. Что вы думаете? Нашли интересный способ. Знаете, прям вот из разряда, типа, enhance, вот. Дело в том, что, поскольку люди все чаще и чаще выкладывают не размытые, вот непонятные какие-то хуевые фотографии, знаете, типа, там, Sony Ericsson, да. Да, там, Sony Ericsson, короче, все-таки у всех теперь айфоны, классные там, типа, снимки, вот это все. Учислительная фонтам гоморрафия. Да, короче, чувак, который продает наркотики, соответственно, для того, чтобы показать размер, типа, там, условно, там, слепка шишек, там, или что-нибудь в этом роде, короче. Он клал их на руку и фотографировал. Ну, на руке, типа, смотри, какая большая, еба. И, соответственно, присылал фотку, как бы, ну, что, будешь брать? Типа, такой чувак говорит, да, буду брать, вот это все. И, соответственно, это был полицейский, да, короче. И, что вы думаете, он прямо по фотке, они взяли, типа, выделили все там, типа, ну, в кривых, соответственно, все контрастные участки, и фотка была настолько хорошая, что они смогли увидеть отпечатки пальцев. Там даже, ну, то есть, она действительно была высокого качества, но они не то, что в кривых там выделяли, они просто применили ряд фильтров, которые просто оставили только, как бы, сами отпечатки, и в итоге просто получили реально, ну, то есть, человек сфоткал товар, его спалили по отпечаткам. Охрененный киберпанк, представьте, через, типа, пару лет в Даркнете все, как торговцы, просто в перчатках работают. Странно, супер странно. Ну, сам факт, понимаешь, как бы, что, действительно, это те вещи, которые, ну, типа, а что так можно было? Я думаю, что московская полиция теперь будет тоже, типа, там, во всяких там каналах, типа, заходить, условно, нахуя на руке-то класть, показывать? Если можно поставить фигурку с киндерсургой. Нахуя вообще показывать, если можно просто наебать, ничего не продавать. Ты, 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 ты всю жизнь продавал, блядь, шишки. Вот ты продавал, 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 и тебе было похуй, гоню в лапу пятачок. Да, то есть как бы, долг даем, долг, долг, долг. Ты бы додумался, если с банками облом даем долг. Додумался бы до такой истории, что оказывается, тебя могут спалить, блядь, по фотографии руки. Понимаешь? Ты об этом мог додуматься? Блядь, чувак, я любой фотограф, который выкладывал в интернете, почти всегда смотрю каждый маленький кусочек этой фотографии, чтобы на ней не было чего-то такого, чего бы я не хотел, чтобы он был в интернете. Если твои нюдсы утекут, буду ржать. Причем, знаешь, блядь, прям завтра нахуй просто. Чувак, который это слушает, такого уже нюдсы тимур, а, время пришло отправить. Короче, это, понимаете, выложит их на гамрову, то заработает 9 тысяч долларов. Был 2015 год, короче, это впервые этой техникой воспользовался один из каких-то чуваков в сфере безопасности. Он сфотографировал руку немецкой, то есть там женщина, немецкий политик, держала документ. Вот. И у нее, типа, был виден большой палец. Это он. Вот так он выглядел. И он смог не то, что сделать ее, снять ее отпечаток таким же способом, он смог его перенести на какую-то поверхность, рисунок отпечатка пальца. На пленку какую-нибудь, наверное. Да, дальше научить Touch ID только появилось, и он смог блокировать и разблокировать iPhone с помощью отпечатка, снятого с фотографии. Потом реально, типа, девайс разблокировался. То есть задумайтесь о неочевидных использованиях данных, какие вот проходят мимо нас и сколько их много на самом деле. Представляешь, сидят сейчас в Apple или в Google и такие думают, как же нам бороться с этой проблемой? Давайте мы будем соблюдать прайвеси наших пользователей, и поэтому на абсолютно всех фотографиях дальше, там, в 2025 условном году, у нас, знаешь, вот фотография твоя, да, и у тебя все отпечатки пальцев нахуй стер, ты просто, блядь, белая кожа такая. Просто никакая. Или будет, наоборот, знаешь, какой момент, будет говорить, типа, что вы же знаете, ваши все эти фотографии, вот этими всеми смартфонами, это же вычислительная фотография, там нейросети все доделают. Ты будешь говорить, давай, я не мое отпечатки. Она додумала. Она там пока разрешение увеличила, она там, знаете, вот на всяких датасетах вот этих ваших училась, она там все это придумала. Нет, это вообще не мое отпечатки. Если вы мне не верите, вы посмотрите, блядь, на ютубе есть, есть видеоканал, на котором люди выкладывают, блядь, видео с поездом в 4К. Как оно могло быть снято в 4К, а лоб? Это вы еще не видели, что есть, правда, настоящие видео, которые, типа, говорит, там, чувак выложил, Витнин, он говорит, очевидно, что Ширяев просто арендовал поезд актеров и просто все переснял. Вот смотрите, вот один ролик, вот другой, они не совпадают. А он просто не знает, что было, этих прибытий поезда было просто миллион. И это просто то, которое выкладывают на год раньше, который я выложил. Но было очень смешно. Он прям, и первый комментарий, который там самый залаканный, о, типа, у тебя год неправильный, типа, ну, как там, земля тебе пухом братишка, да? Да, да, да. Когда ты сделал целое видео на 30 минут, готовился, и все это прям, вот, а год ты не тот, блядь. Ну, ничего поделать, ничего не поделать. Димка. Да? Расскажи нам, пожалуйста, просто свои впечатления, потому что, правильно ли я понимаю, что ты посмотрел уже аж третий сезон замечательного мультика «Бесконечный поезд», который, кстати, я посмотрел уже первые два сезона, отличный совершенно, тоже советую. Тебе понравился второй сезон? Ну, чуть меньше, чем первый, но, да, понравился в целом. Короче, если вы прослушали наш старый завтра каст по поводу того, что есть такой сериал под названием «Бесконечный поезд», это мультик. В первых двух сезонах там играла Эшли Джонсон. Эшли Джонсон – это актриса, которая в «Ласт в Аз» играла Элли. Ну, и, собственно, она ее озвучивает, то есть это ее голос. И она там озвучивает девочку, которая путешествует по «Бесконечному поезду», в котором в каждом вагоне свой собственный мир, типа как Тардис в «Доктор и кто». То есть, типа больше, чем снаружи. Вот тут то же самое. Я посмотрел два сезона, я их хвалил в подкасте, и тут вышел третий. Он вышел недавно, и не все еще успели посмотреть. Я посмотрел все серии, я могу сказать, что я разочарован. Ну, то есть, мне казалось, что вот так, если будете смотреть... Можно было лучше. Да, можно было лучше, можно было интересней, можно было, наверное, какую-то интригу там соблюсти и прочее. там ничего этого нет. Эшли Джонсон с проекта ушла. В третьем сезоне ее просто нету. Вот. И я могу сказать, что это было большим разочарованием для меня, поскольку мне нравилось и первый сезон, и второй очень сильно нравился, а третий я уже такой смотрел, думаю, господи, когда ты, закончишься. Слава богу, там серии, поскольку это мультик, серии минут по 15 или 20, но еще очень короткие, весь сезон можно посмотреть, там, типа, часа за два, там, весь серий, что ли. И, то есть, если вы не смотрели «Бесконечный поезд», я вам советую посмотреть первые два сезона. Если смотрели и посмотрели первый сезон, третий можете смело пропускать, он не такой уж прямо классный, как можно было представить. Такая вот история. Ясно. А вот то, что я вам хотел посоветовать, это мультсериал, я уже рассказывал в подкастах наших, что я очень люблю Стартрек. Причем я люблю Стартрек, который старые 60-х, там, годов, или, там, 80-х, который New Generation и прочее. Есть мультик, который называется Стартрек Нижней Палубы, типа Lord X. Это мультик от создателей мультсериала как-то, блять, Space, я забыл, как он называется, Final Space, что ли, как-то так. Мы его тоже, кстати, в каком-то из наших старых-старых подкастов советовали. Он нарисован в примерно похожей стилистике, но только здесь все происходит в Стартреке. И это очень смешная комедия, особенно, если вы знаете про что Стартрек. То есть, там есть отсылки ко всем абсолютно старым сезонам, старым фильмам, старым сериалам, которые выходили в контексте Стартрека. Мне очень понравилось, я прям очень доволен. Проблема в другом. Если вы в этом не разбираетесь, мультик будет просто не смешной. Ну, то есть, вообще. Поверя на моем знакомом, которому я показал одну серию, он такой, типа, и чё? Ну, типа, ну, в космосе они летят там на корабле, и как бы, и в чём прикол? Я ему говорю, тут же вот, смешно, вот как в Стартрайл. Он говорит, я не смотрел, я такой, да блядь. И как бы, на этом всё и закончилось. Да, Крайне космосу точно. На Фаерфлай хотя бы немножко похож, нет? Нет, не похож. Там история в следующем, что там, типа, на очередном корабле Федерации есть так называемый нижний палуб, где находится как бы младший офицерский состав. то есть, значит, даже не офицеры, а такие, типа, помощники, подай, принеси, типа того. Это команда неудачников, которых, естественно, один чувак, он такой педантичный и немножко дурачок. Девочка, которая такая восторженная и вся из себя там, типа, хочет добиться всего чего угодно и девушка главной героини, которая когда-то давным-давно показала, что она классная и может быть там чуть ли не капитаном корабля, но ей не нравится формализм и поэтому ее разжаловали. Ну, то есть, вот такая вот система. Если вы смотрели Стартрек, то, наверное, вам зайдет. Если не смотрели, то даже не пытайтесь смотреть, там такой юмор специфический, скажем так, он больше на фанатов рассчитан. Такая история. Вот. Вы ничего не смотрели, это правильно, что я сегодня один отдувался в этой рубрике? Я смотрел... Ты один. Я бойся смотрел последний. Я тоже смотрел бойся. Бойся. Вы не будете про него ничего исследовать? Бойся. Он должен закончиться сначала. Он должен начал закончиться. Я уже сейчас могу сказать, что он просто оправдывает существование видеоформата как индустрии. Бойся отличный. Третий сезон, вообще шик. Второй. Второй. За хомеландера, за хомеландера вообще, это просто такой персонаж получился. Просто, просто, я жду. Когда выйдет весь сезон, я вот себя по рукам бью и не смотрю. мне не нравится вот эта история, что они не стали выкладывать весь сезон сразу. Я хочу весь сезон сразу просто залпом посмотреть в субботу. В девять утра выслушусь. Пять-ка любишь? Пять-ка любишь? Я подожду. Дим, что там с деньгами? Какими оттенками? Которые я внес в капитал. Благосостояние. Хонда, блять, врачок. Слушайте, мы переходим к нашей рубрике самые интересные статьи за прошлую неделю. И я их не добавлял, поэтому я про них ничего сказать не могу. Слушайте, добавил я в основном на самом деле совершенно офигенные статьи. Во-первых, я как-то немножко упустил, но на The Bell, это российский такой расследовательный сайт, вышел совершенно офигенный материал об истории Wildberries. Учитывая, что Wildberries активно педалирует определенный нарратив, связанный с тем, что у нас самая богатая женщина в России, и это вообще женщина от Сахи, начинала как бедная учительница, буквально на последнее сбережение сделала веб-сайт. Это все хуйня полная. То есть, ты хочешь сказать, что это вранье? Ну, то есть, было считать, что это вранье. Полная хуйня, прям хуйня полная, с кучей вообще доказательств и всего. Почитайте, там охренительно крутой вообще типа материал с точки зрения экономики, как они начинали, что они делали, зачем, почему, для чего. Очень крутой материал, как бы, я прям дико вам советую. Вот. Потом, как бы, в общем-то, довольно... Вторая статья на АДТФе находится, и там рассказывают о том, как у нас... Сколько там? 500 долларов? Да, 500 долларов. Как они превращаются в 47 тысяч рублей, и почему в России электроника дороже, чем в Америке? Я правильно тебя понимаю, Тимур, поскольку ты читал эту статью? Это не я добавлял. Не я добавлял, это Макс добавлял, короче, но суть в том, что, наверное, может быть, многим нашим людям будет интересно, на самом деле, почитать, хотя мы много раз, очень много раз объясняли в нашем подкасте, почему так происходит, и, в общем-то, надеюсь, что, как бы, если вдруг кто-то, типа, нас не слушал или не знает и не понимает, а как так 500 баксов, а там вот у нас 47 тысяч. Статью, там довольно нормально все это объясняется. Куплю в Америке за 500 баксов, типа того, ну, такая история? Ну, типа того, да, короче. Потом, смотрите, я добавил статью очень крутую, дело в том, что на Anantek, это вообще, типа, один из самых известных таких технологических сайтов в мире, ну, таких прям задротских профессиональных сайтов, они рассмотрели новый SSD от Samsung нового поколения, который Samsung EVO 980 Pro, не просто, ну, типа, EVO 980, то есть это именно Pro. А это который новый на PCIe 4.0, да? Да, да, как бы, это тот самый новый типа SSD, который потенциально, многие говорят, что можно будет как раз якобы засовывать в PlayStation 5, для того, чтобы на него как раз ставить игры от PlayStation 5, ну, то есть, по сути, делать его, типа, external storage, таким, потому что у него довольно высокая скорость, но они проводят там огромное количество тестов, очень задротских, типа там, типа, рандомное считывание, записывание, типа там, sequential, которое-то последовательное, маленькими блоками, большими блоками, весь диск, не весь диск, типа, ну, то есть там прям дохуя тестов, но в итоге выигрывает Intel Optane. Но Intel Optane какой-то просто совершенно ультра-чумовой диск, который там просто ебёт вообще все диски, но я не смотрю, сколько он стоит, мне кажется, он, наверное, тоже по цене ебёт все. давай ты не будешь нести хуйней. В этом подкасте никто не ебёт все диски. В этом подкасте ебёт только Фил Спенсер, понял? Ну, ладно. Хорошо. Вам нужно на кнопку поставить, чтобы сжиматься быстро. Димка, нам нужна сцена, где мы сжимаемся. Я чувствую, надо сделать. Ты такую сцену прямо делаешь, типа, ему все такие сразу по спектру оттёв. Короче, в общем, охуительный на самом деле обзор, потому что говорят, что это первый недорогой, но очень быстрый и довольно качественный диск, и там прям очень детальные сравнения, говорят о его достоинствах недостатка. Короче, прям советуем, посмотрите, прикольный обзор, если вы ещё на английском читаете, если вы любите эти задротские обзоры, он вот прям для вас. Потом, соответственно, ну и последнее, штука, это, в общем-то, что, да, это вот у нас добавил Денис, расскажи, пожалуйста, что это за вакцина? А я расскажу, там не вакцина, там, там, в общем, статья довольно прикольная, я вам хочу напомнить, что мы находимся в середине пандемии, тут периодически бывают новостей, я что-то подзабыл, да, все, ну, Дима, ты, Дима самоизолировался три года назад, поэтому он не очень замечает, а... Я на улице иногда, знаешь, вот я просто выхожу на улицу, как бы, мёртвых ворон метлой, как бы, скидывая, а так, в принципе, никаких, да, последствия. Ну вот, и статья хорошая, которая просто показывает, насколько важно, как сейчас страны будут конкурировать за создание новой вакцины, как биотех сейчас давят, то есть на биотех такое давление, которое никогда не создавалось, беспрецедентное давление на лаборатории, недостаточно тестировки, строят, там, в некоторых лабораториях строят производственное оборудование быстрее, чем сам тест заканчивает, и так далее, потому что политика очень, очень много политики вовлечено, и это довольно прикольно, потому что показывает, что если у вас была надежда, что 2020, типа, самый дерьмовый год, вот бы он закончился, есть еще 2021, хочу вам напомнить, где эта вакцина начнется дистрибьютироваться, и она реально, статья сводится к тому, что, скорее всего, она просто, как, типа, новая нефть по важности, потому что не все страны смогут ее сами разработать, а нужна она всем. В 2050-м внезапно выяснится, что, типа, знаешь, у вакцины есть куча побочных эффектов, которые там проявляются только в детях, знаешь, там, как это было, или только у определенных заболеваний, или только через год. от полиэмилит, помнишь, в свое время, в 70-х, или в 60-х, что ли, была эта история. Или только, когда у тебя появляется еще одна какая-то болезнь, короче. Или как с героином было, когда Байер его придумал, да? Ну, типа, классная штука. Просто речит головным. Не-не, героин придумал Байер, кокаин просто использовали, чтобы лечить, например, анонизм, например, я знаю, что от анонизма. Чувак, много дрочишь, ну, вот тебе как кокос, и он тебе, ну вот. И ты больше не дрожишь. а эту историю я не слышал, но это весело, да. Я думаю, что вы узнаете в следующем выпуске подкастов. Вы слышали историю от Билла Гейтса, который сказал, что, типа, ну, пандемия, она закончится, в лучшем случае, в лучшем случае, в 2022-м. Ну, то есть. Ну, уж он-то знает. А, наверное, там, 23-м, я читаю там комментарии, то ли, тюжерный, то ли, где-то, он просто не успевает их чипировать к дате. Вот у кого дедлайн. Слушайте, тем временем нам Прогер из Уайлдбери занес 100 рублей. А кто там на Багальчук гонит? Я в этом году пришел Джуном, Стэк, Голланд, сразу 120к. Через полгода обещают 160к. Ну, да, но просто она, как бы, свой публичный образ строит немножко на других вещах. Артемий занес 120 рублей. 223 рубля. Денис, я тебе пак иконок сгенерировал, а ты не догадался на тот сайт выложить, что превратить 10 тысяч рублей в доллары. Денис, что ты такой дурачок? 9 тысяч рублей потратил, а я не заработал на этом ничего. Бумк, сиренник, я, Денис. Воля к свободе за нас на 200 рублей. Я думал, сейчас будет история о том, что херомантия не пиздешь, а тут опять Киберпанк. По сриптону корону королю и там был замечательный стикер пак, стикер, точнее, который был прилеплен на Тимура, по-моему. Ой, спасибо, пацаны. Спасибо вам, пацаны четки, да. Слушайте, мы потихонечку заканчиваем, в общем-то, наш подкаст. Мы вам опять в очередной раз напоминаем о том, что у нас запускается завтра, в четверг, 24-го числа, первый выпуск подкаста «Мама, я в стартапе». Можете его прямо так и искать, соответственно, в iTunes. Можете и в других местах, мы его залили много куда, даже в Яндекс.Музыку. Но, в общем-то, мы вам предлагаем сначала на iTunes поднажать, поставьте нам 5 звездочек. Ну, или послушайте, а потом поставьте 5 звездочек. Мы, как бы, не намекаем ни на что, но сначала стоит, наверное, послушать. Да, послушайте, да. Вот. И, в общем-то, спасибо большое, что с нами сегодня были, что сегодня нас смотрели. Мы опять на 3 часа тут напиздели. Вот. В общем-то, постарались много чего рассказать. Огромное спасибо Денису, который выделил нам немножко времени посидеть с нами, поболтать глупыми. Спасибо, что посвали. Спасибо, что слушали. Я просто буду создавать фон. Да-да-да. Не забывайте подписываться на телеграм-канал Денис Секси. Это, соответственно, телеграм-канал Дениса. А также на Денис Ширяев, на его YouTube-канал. Там, где, в общем-то, есть динозавры, которые ебутся, мы напоминаем. Это очень круто. Не гуглите Дениса Ширяева. Это правда. Это, кстати, сетхан. Особенно в Google-картинках не надо. Это из разряда тех вещей, которые не надо гуглить. Бля, я вспомнил. Там уже было фетус инфета. Никогда не гуглите фетус инфета. Заткнись, сука, нет. Никогда не гуглите фетус инфета. Просто никогда этого не делайте. Короче, мы заканчиваем на этой ноте. И мы хотим благодарить всех тех, кто наш сегодня смотрел. Те, кто доносил нам на Donation Alerts. Ну, а больше всего мы хотим благодарить тех, кто заносит нам денег на сервисе Patreon. patreon.com slash завтракаст, если кто вдруг не знал, дает вам доступ к выпускам анкатом. То есть те выпуски, которые не смонтированы, скажем так, в них ничего не вырезано, ничего не перекодировано. И, в общем, вы поняли. Денис, ты меня отвлекаешь, пиздец. Это же, я тебя отвлекаю. А моя сексуальность, подожди, ну это разное есть. Смотрю, и блядь, я просто не смог. Серьезно. Денис, я все жду, когда ты начал станцевать, как Рикардо. Когда уже ты начнешь? Да, он только на английском это делает. У нас нет, у нас нет, у нас есть только Patreon, и больше всего мы хотим благодарить тех, кто нам заносит больше всего денег на сервисе Patreon. Если бы, конечно, если у вас не было, пацаны, то, в общем-то, мы уже давно загнулись и закрылись. Мы уже об этом говорили много раз. Да. И это, конечно же, Алекс Колов, Алексей Кольцов, Антон Серебренников, Артем Логинов, Артур Галиулин, Денис Мондаренко, Дмитрий Лубаков, Евгений Петрунко, fapingbook.com, funko-paprasha.com, коллекционные фигурки в России, fx4trader.ru, героям слава, Григорий Яфа, Илья Кузнецов, Иван Ткачев, Джаггер Меш, павел Стариков, полониум, радамса, реплей гем-кафе в Санкт-Петербурге, слава Украине, тью-джин, Валерия Неборская, Владимир Ходоков, Владислав Сульяновс, Юрий Косарихин, Зиф, Алексей Базников, Арсений Вайс, аугментированный апельсин, Дмитрий Каравенков, Дженя Тонев, Илькин Егор, Лубневский Дима, Михаил Аронов, Ромочка Какашкин, Сережа Шатальников и Ярослав Хорищенко. Спасибо вам, пацаны и девчонки. Класс, ничего угораешь. Класс, уникры, Ромочка Какашкин, мой любимый. Слушайте, ребят, в общем, спасибо большое, что он, пожалуйста, в Денис Дурачок, я вас просто оляю. Господи. На Патреоне переменуйтесь, если вам не сложно, будет классно. Мы будем каждый раз это произносить и вспоминать, что Денис Дурачок угорает. Будет весело. Или, знаете, будет там, Денис, в кавычках, типа Денис, в кавычках в Вену, Ширяев. У вас, может, так идет. О, никогда не слушал эту шутку в своей жизни. Ты как раз был в Вене, Денис. Ха-ха, не, я в ЮАО вырос. Все нормально. Подожди-ка, в ЮАО? Да, Южный Адинск, Кративный Округ. В котельниках, что ли? В Красногвардейской. Зябликово. Понятно. Сочувствую. Так, я выключаю Денис, и пошел он. Пошел он. Ладно, пацаны, в любом случае, и девчонки, спасибо большое, что вы нас смотрели. Подписывайтесь на нас на Ютубе, подписывайтесь на нас в iTunes. Если вам нравится завтра-каз, поставьте нам пять звездочек в общем-то в iTunes. Мы будем вам очень благодарны, это вообще очень классно. И подписывайтесь на наш новый подкаст «Мама, я в стартапе». Вот. И опять же, как бы мы были очень рады вам, вас было много. В этот раз мы хотя бы писались не в 4 утра, а всего лишь вот сейчас ночью мы заканчиваем. Это было тяжело, но вас было много, а потому мы, в общем-то, все счастливы, довольны. Плюс Денис нас развлекал очень весело. Я не специально, извините. Ну ладно, все равно классно. Спасибо тебе, что ты нас развлекал. Спасибо, что вы позвали. Спасибо, чуваки, все классно. И вы молодцы. И спасибо, кто там донатил. У нас все классно. Всем пока. Пойдем.